Друзья, всем привет! И сегодня у нас будет интервью с очень интересным человеком. Вот знаете, честное слово вам говорю, так хочется сделать интригу, но приходится выносить все это дело в заголовок. И у нас сегодня будет старина Алекс Брежнев. Всем привет, мои уважаемые зрители, с вами Алекс Брежнев. Тот самый человек, который прожил на Западе более 20 лет. У него есть два канала. Первый это Алекс Брежнев и второй Америка наизнанку. Многие его знают как человека, который хает Америку. Все не так, все не это, все не хорошо, все плохо, все ужасно. Но тем не менее, многие отмечают, что Алекс рассказывает правду. Он сейчас проживает в Москве, как выяснилось, можно сказать, мой сосед. Я написал ему с желанием посидеть на кухне, за кружечкой, пообщаться в дружеской атмосфере. И он согласился. И прямо сейчас мы ждем его по-быстренькому. Накрываем стол, он приходит, и мы с вами начнем диалог. А я хочу сделать ремарку и опередить написание вашего комментария. Потому что когда я сделал публикацию в инстаграме канала, что мы с ним будем снимать сюжет, я увидел, что многие написали, это очень плохой человек. Зачем ты вообще берешь с ним интервью? Ведь есть другие блогеры, которые рассказывают, как в Америке здорово. Ребята, я хочу задать вам вопрос. Но имеет каждый из нас личное мнение? Ну может человек высказаться, иметь свободу слова так называемую? Я сделаю акцент, что, например, есть канал Евгения Таранова, который проживает в США, работает дальнобойщиком, и ему все нравится. У него все получается. И дай бог, искренне говорю, Евгений, если смотришь, тебе большой привет, чтобы у тебя все получалось. Он постоянно ноет о том, как там все плохо. А людям-то это и нравится. Он набрал более полумиллиона подписчиков на одном канале, и параллельно с этим более 250 тысяч на другом канале. Ребята, как вам такое? Я хочу задать ему ряд вопросов, таких как, каково это, эмигрировать на Запад сегодня, послушать, что он нам расскажет. Я знаю, что он давал большое количество интервью, но я подготовил вопросы, и я надеюсь, эти вопросы будут нестандартными. В любом случае, вам приятного просмотра. Где-то на фоне, в пробочке, на работе, с удовольствием можете посмотреть. Контент взрослый, полезный, без какого-либо мата. Приятного вам просмотра. Ждем Алекса и начинаем. Есть такое выражение «сын маминой подруги», когда твой ровесник во многом лучше тебя. Совсем недавно я вам рассказывал про канал Андрея Скрипко «Вокруг Скрипко». На самом деле, канал существует относительно давно. Я на него подписался год или даже полтора назад. И вот, когда просматриваешь некоторые его выпуски, хочется задать вопрос «Кто ты? Как так?» У него крупный бизнес. Здание в Москве площадью 8,5 тысяч квадратов. Вложил 60 миллионов в сеть салонов красоты. Имеет значительную долю в строительстве деревянных домов. И все это человек, которому 30 с небольшим лет. Вот тяжело в это поверить, согласитесь. Что у человека в его возрасте уже есть такое количество объектов. Недвижимого имущества, с помощью которого реально можно зарабатывать деньги. Есть доли в строительном бизнесе. Именно поэтому родилась идея с ним снять отдельный сюжет. Друзья, у вас есть отличная возможность написать «Кто? Что? Как?». Я все ему это задам напрямую. И он на все это ответит. Мы выделим отдельный день, прокатимся по всем его объектам, поснимаем с ним. На самом деле, Андрей очень харизматичный человек с юмором. Когда посматриваешь его канал, видишь, что пошутить он может. Поэтому ролик будет интересный. А самое главное, по существу открытый и честный. Ему скрывать нечего. В одном из его же выпусков я узнал, где он учился, какое образование получил, с чего он начинал работу, как начал зарабатывать денег. Я, честно говоря, офигел с точки зрения того, что думаешь, блин, да как так-то? И это интересно. Опыт таких людей, когда они по-честному, в открытую рассказывают, он очень полезен. Сами прекрасно знаете. Подчеркиваю, никакого инфо-цыганства. У него все в собственности. Это человек дело. Человек, который действительно зарабатывает деньги своими мозгами, своим трудом. Канальчик вокруг Скрипко ждет вас по ссылке в первом закрепленном комментарии. Подписывайтесь, смотрите. Жду вопросы, которые мы ему зададим. И выведем его на чистую воду. Друзья, я просто в каком-то сне. Алекс Брежнев у меня на кухне. Алекс, вот честное слово, без лести, говорю тебе в открытую. Посматривали твой канал, случайным образом как-то наткнулись. Очень нравились твои сюжеты, где ты как раз гулял по городам, показывал, рассказывал. Нравилось откровенно смотреть эту романтику дальнобойщую, когда ты куда-то едешь зимой. Честно скажу, под некоторый сюжет засыпал на этом самом диванчике. Включишь, ты едешь, там снег идет, красиво. Сегодня ты сидишь у меня на кухне. Предлагаю вам за встречу. Очень рад, что ты человек открытый. И написал тебе, ты тут же ответил, сказал то, что да, почему нет, я согласен. Да. Никаких денег не просил, друзья. Но для Алекса я подготовил шикарный подарок. Домашние яйца, реально домашние от мамы. Цесарочку и еще кое-что, как думаете, что напишите в комментариях. Слушай, расскажи, пожалуйста, насколько я знаю, последние два месяца ты сейчас полноценно живешь в Москве. В одном из плюс-минус уютных райончиков для Москвы. Ты женился, с чем я тебя поздравляю. Каково тебе спустя 20 лет жизни на Западе приехать в Москву? Это откровенно новый для тебя город. Ты не коренной москвич. То есть ты тут не родился. Абсолютно никогда не был. Бывал, наверное, когда-то туристом так мимо проезжать. Даже туристом не был. То есть впервые. Вообще никогда. Ну и каково тебе вот в Москве? Ну, сначала у меня, может быть, пару дней была эйфория. Я пошел, погулял на Красную площадь, которую постоянно видел по телевизору. Потом наступил какой-то у меня стресс. На сегодняшний день 22 год. Ты, дядька взрослый, у тебя большой опыт. Ты многое повидал. У тебя вот эти уже розовые очки. Сколько там? 15-20 лет назад уже свалились. Но, тем не менее, сегодня есть люди 20 лет, 25-30. Ну, в общем, моего возраста постарше. Те, кто все равно сидят и думают. Вот те же самые ребята с Украины, которые что-то не устраивают и думают, куда валить? На Запад. Начинают смотреть YouTube. Начинают смотреть различные ролики, где люди рассказывают. Есть работа, есть возможность. Америка любит тех, кто трудится. В Америке ценятся мозги. Если вы умный, вам в России работу не дадут. А вот в Америке может. Короче, начинают думать о том, что здесь терять абсолютно нечего. Почему бы не попробовать свою жизнь на Западе? Вот в этом ключе я хочу тебе задать вопрос. Как ты считаешь, что твое видение на сегодняшний день, вот с плюсами и с минусами, кому стоит попробовать все-таки поехать на Запад, если его здесь вообще ничего не держит? И кому, ну, точно не стоит никуда уезжать? На Запад в частности вот на Америке. Вопрос, да, вопрос такой глобальный, можно сказать. Я примерно постараюсь сейчас подробно ответить на него. Значит, люди, допустим, в первую очередь, многие хотят уехать, которые здесь ничего не достигли, у них ничего нет. Это одна категория, да, не кола, не двора, будем так говорить. Совершенно. Вторая категория, которая все имеет, но хочет жить еще лучше. Ну, человек такая скотина, которой всегда всего мало. Сколько ему не дай, он хочет больше. Я вот смотрю просто вот на этих звезд шоу-бизнеса, вот их с экрана не выгонишь. Жестоко денег, дайте другим заработать. Нет, они хотят все вот так вот, все мое. Значит, люди, которые, будем так, категория, которая здесь ничего не добилась, ни кола, ни двора, вот они решили эмигрировать, допустим, на Запад. Каким-то образом они туда попали. Попасть туда непросто, относительно в 22-м году. И это было всегда непросто. Будем говорить о Соединенных Штатах Америки, может быть, там, о Канаде тоже. Это вот такие страны, куда, в общем-то, можно попасть. Сейчас это издавна были страны с эмигрантами. Это не то, что ты там приехал в Австрию, правильно, и тебе будет тяжело ассимилироваться в обществе. То есть, страны эмигрантов, где эмигрант всегда приветствовался испокон веков. То есть, никто не имеет права там тебя как-то там оскорбить, что ты там, допустим, какую-то имеешь национальность, ты там не родился. То есть, это государство, в общем-то, сильно пресекает. То есть, могут человека и штрафовать или осудить. Если он начнет вот национальные всякие розни делать, то есть, это государство очень сильно наказывает. И вот человек туда приехал, попал каким-то образом, там, пришел в мексиканскую границу нелегально, там, какими-то путями там его ввели, вот это, потом его там садят в эмиграционную тюрьму. Он там сидит. Я не знаю, вот сейчас как, но раньше должен был какой-то быть человек, который за тебя поручился, подписал бумаги, что в случае чего он тебя там будет лечить, поить и кормить. Я не знаю, как они такого человека найдут, но, может, какие-то родственники будут. Вот они туда попали, там попросили политубежище. Вот они вот это политубежище будут рассматривать от 3 до 5, а то и до 10 лет люди сидят. И можешь там легально жить, работать, копить какие-то деньги, миллионы, как вот эти вот они думают наживать. В общем, ты будешь иметь разрешение на работу и проживание. Но выезжать никуда не можешь. А там уже тебя, если признают, не признают, это вопрос другой. Вот. Другой вариант выиграть грин карту. Человек заполнял бесплатную эту лотерейку. Год, два, три, четыре. Вот знал многих людей, они так заполняли, так хотели выехать. Выиграли. Выиграл там один, допустим, блогер. Приехал. Я наблюдал вот за такими вот людьми, которые только приехали. Вот у них там ассимиляция, как всегда, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес. То есть, эти три города, которые мы все видим в Сокрано. Будем говорить, приехал в Лос-Анджелес, вот этот блогер с женой и с ребенком. Одна маленькая дочка, другая уже, может, и лет 17 была, 16. То есть, ее вот оторвали от ее школы, коллектива, да. Вот они туда приехали. Значит, сняли какую-то они там халупу, квартирку там размером, может быть, свою кухонку. Вот такая вот у них была комнатка. Они все толпы туда упали. Цены там немереные. Пока там вот они что-то привезли, какие-то деньги, вот они вот это все дело, как сказать, тратили. Пока там этот язык, ну хорошо, там вот этот вот мужик, он язык английский еще знал. Я не знаю откуда, но большинство приезжают, языка не знают даже. Вот 90% они не знают языка. Потому что его выучить самостоятельно невозможно. Фактически. Ты будешь сидеть за этими книгами дома с утра до вечера, ты его не выучишь. Потому что тебе надо практика. В практике, когда ты вот за кружкой пива говоришь, с теми самыми англичанами или американцами, каждый день ты за год будешь вот так отлично говорить. Но с тобой там никто разговаривать не будет. И здесь тоже нет американцев. Получается, что проблема выучить язык. Ты выучишь там его, может быть, за 2-3 года какие-то бытовые вопросы. Там таксистом ты работаешь, там тебе 100 слов надо, как элочки, люди, от кого. Все, готовый таксист, готовый. В общем, люди приезжают. Ну, идут куда работать? Убер, шмубер, фабрики там какие-то такие вот. Говно работы, будем их так называть. Ну, когда этот Убер только начался, там еще как-то более-менее зарабатывали. Вот все блогеры побежали сразу снимать. Я на Убере зарабатываю сумасшедшие деньги. Ну, все сразу, работа не пыльная, ты на новой машине катаешься, да. Например, если бы я туда приехал, вот когда эмигрировал, мне дали работу таксистом, я был бы тихо-счастлив. А тогда в такси было невозможно устроиться. Они хорошо зарабатывали. И таксистами работали только местные, эти вот аборигены, как я их называю. Туда даже не брали ни пакистанцев, ни индусов, никого. Туда было устроиться невозможно. Там хорошие были чаевые, чистый костюм, машина вот эта вот такая, вот это вот такси. А сейчас они понабрали вот на одного клиента пять такси. То есть заработка нет. Все умные такие. В общем, ты будешь там жить какое-то время. Три года у тебя уйдет только жизни осмотреться. Сразу ты вообще будешь зарабатывать минимум на всем экономии. Потом, как правило, куда идут? Стройка, дальнобойщик, два типа работы. Значит, дальнобойщиком ты пошел работать. Никакого они не имеют к этому ремеслу отношения абсолютно. То есть они, не знаю, где там мотор и аккумулятор находятся в этом розыске. Ну, худо-бедно там отучились, благо там это несложно. И идут работать дальнобойщиками. Опять что получается? Тебя нету дома никогда. Такого, как наши думают, я недельку поехал, недельку дома посидел. Ну да. Отдохнул, с женой побыл семь дней, побухал, там с детишками поигрался. Потом еще недельку хрен с ним поработал. Такого нету. Как так? А ты работаешь на хозяина. Хозяин скажет тебе, так, я вот за грузовик плачу 3 тысячи в месяц. 3 тысячи за страховку, 2-3 тысячи плачу. Плачу за номера, за то, за все, за 3 десятого. У него этот грузовик в месяц обходится столько денег. Он должен проехать определенное количество миль, чтобы он получил, хозяин, какую-то прибыль. Правильно? Он же не будет думать. Я вам скажу, да мне денег хватит, я больше не поеду. То есть, он скажет, ты давай 2 недели работай в рейсе, а потом я тебе дам 2 дня выходных. Вот так вот. Еще бывает, что и 1,5 отдаст. Потому что он скажет, ты поедешь груз разгрузи, а ты поедешь туда в 6 утра, а после обеда в 3 часа закончишь, пока дойдешь до дома, пока даешь, уже будет 5. То есть, это считается, что ты отдыхал. И денечек ты там передохнешь, и опять уехал. И вот так вся жизнь у тебя вот такая вот пройдет. Да, у тебя будет хватать денег платить за съемную квартиру какую-то такую, без мебели, зачуханную. Там еще надо все купить. А как правило, никто ничего не покупает в съемную квартиру. Потому что завтра хозяин поднимет тебе арендную плату. Завтра он захочет эту квартиру что-то там продать. То есть, где-то ты найдешь дешевле, где-то ты найдешь другую работу, тебе придется переезжать в какой-то другой город или район. То есть, живут так, кинули матрас на пол, спальню. Это уже спальня. Кухня такая бедная. Там ее, может, 70-х годов. Там они маленькие какие, все время прям совсем. Разные есть, но такие шкафчики зачуханы. Стиральная машинка запрещена. Ходить стираться в эти общие говнопрачки с бомжами. Там бомжи тоже стираются, а никто их не моет. В общем, перспектива нерадужная. И семьи распадаются. Жена приехала, она говорит, я приехал тут жить в шоколаде. А тебя дома нет, еще каждую копейку надо экономить. Жилье купить невозможно. А самое что главное, это жилье. Что у нас, что там. Это свой какой-то угол купить. Правильно? Вот, Алекс, сейчас мы до этого дойдем. Я хочу построить, знаешь, такой вопросик поставить. Значит, чтобы ты просто понимал. Я, естественно, никогда в Америке не был. И все, про что я говорю, что я знаю, это вот из Ютьюба. Где-то ты что-то рассказывал, где-то какие-то форумы. И я заметил такую картину. Вот ты говоришь, люди приезжают, там идут работать таксистами, идут работать дальнобойщиками. Дальнобойщиками, как правило, выбирают такие простые рабочие профессии. Вот что если человек сидит здесь, работает таксистом, да, там, не знаю, по Москве, или где-то там еще, и он думает, блин, ну я уеду туда, там-то я буду зарабатывать больше. И очень часто я заметил такую картину, что когда люди слышат, что доход 5 тысяч долларов, они автоматом это начинают переводить в рубли. Да. Друзья, комментарии открыты. Вдруг что, пишите все ваши вопросы в комментарии, пометки и так далее. Но забывают о том, что жилье, это хорошая, нормальная квартира, чтобы вот с хорошими условиями, там, ну, 2-3 тысячи, наверное, долларов, а не тысячу-полторы, когда ты там в подвале где-то снимаешь, что нужно платить, там, какие-то расходы дополнительные. И получается так, что ты вроде бы уехал, ты вкалываешь, калываешь, калываешь, а особо-то заработать ничего не можешь на перспективу, на ту же самую квартиру, жилье. Заработать невозможно в том плане, что, чтобы купить жилье, тебе нужно заплатить так называемый down payment, то есть первый взнос, без него тебе кредит не дадут. Для чего это делается? Банк себя страхует, если ты перестанешь платить кредит, он у тебя заберет квартиру и, возможно, оттолкнет ее подешевле, чем он тебе судил. Ну, что с тебя взять, кроме анализа, правильно? Ничего не взять. Поэтому вот это вот ты ложишь там 10% от стоимости квартиры и тебе дают кредит. Опять же, как тебе кредит дают? Смотря какой процент, какая у тебя кредитная история, сколько ты в стране, какая у тебя зарплата, вовремя ли ты платил по кредитной карточке, там каждый платеж мониторится. Проморгал за какую-то карточку на 2-3 дня заплатить, а их там тебе дают множество, у тебя полный кошелек. Американский кошелек открываешь, а у него 100 кредитных карт. И он такой, а какой сегодня платить вот это вот? А платить нужно всеми по чуть-чуть, потому что если ты не будешь платить какой-то карточкой, пройдет год, тебе и аннулируют. Но на всякий случай они держат друг, денег не будет. Вот всегда там палочка-выручалочка такая волшебная найдется. И вот часто видно, как американец приходит, покупают карточкой какой-нибудь там коньяк. Раз провело, там денег нет, провел, денег нет, денег нет, денег нет, денег нет. А очередь терпеливо стоит. Никто не говорит, что они тоже так же самое сейчас будут делать. И вот когда у него последняя карточка не сработала, он отдает эту бутылку и уходит расстроенный. Бутылочку берут, кладут там куда-то на полочку и все, он ушел. У него нет денег. Он даже не знает, сколько там у него. Потому что они уже все заполнены. И вот какую-то ты карточку съел, вот они садятся и вот начинают эти все платежи платить. А там обязан минимальный платеж. Я не знаю, как здесь, 3% от суммы долго ты каждый месяц должен гасить. Минимальный пейма. То есть 3% дают тебе, может быть, 5-7 дней. Вот такой зазор, чтобы ты заплатил. Если ты раз проморгал, все, у тебя пошло уже минус. То есть ты пришел в банк брать кредит. Они проверили. Где ли ты, не дай бог, доллара нигде не задолжал? Таких людей очень мало. Потому что здесь и там это немножко разные вещи абсолютно. Вот, например, допустим, я сейчас учусь жить заново. Узнаю, вот как здесь банки работают те же самые. Как дают кредиты. Как за это все надо платить. И что мне будет, если я, допустим, вовремя за что-то не заплачу. Там все по-другому. Мигранты очень часто прокалываются. И уже у них, как говорится, рыльца в пушкук. Идут они в банк. Им, естественно, лупят максимальный процент. Учитывая, что он иммигрант. Учитывая, что он никогда еще до этого кредиты крупные не брал. Банк, он в группе риска, правильно? Не возвратчик денег. Соответственно, им дают большой процент. Может быть, раньше прокатывала, давали взятки тому же самому банкиру. Ну, Тейлер, который работал, допустим, русскоговорящий, как правило. Они тоже работают в американских банках. Они дают в русские газеты объявления. И все, конечно, ходят за кредитами. Все к своим. То есть, китайцы к китайцам. Так же самое, когда недвижимость продают. Не идут к американцам или еще кому-то. Все друг к другу ходят. Индусы к индусам. Вот они туда приходят. Им говорит банкир. Вы мне там дайте взятку. Я там подмахну. А я вам сделал нормальный кредит. Ну, хорошо. Кредит дали более-менее нормальный. Закрыли там на ноги вещи глаза. Они об этом не говорят. Что они давали, естественно, взятку. Второй вариант, что нужно положить первый взнос. Вот были времена до кризиса, допустим, 2008-го на недвижимость. Там давали тебе кредит на дом. Просто бери, покупай. Не проверяли ничего. То есть, шел такой вот бум. И все, кто хотел или не хотел, все купили себе дома и недвижимость. По дешевым ценам. Относительно теперешнего времени. И вот эти люди, которые там прожили 15-20 лет, сейчас решили они похвастаться своими успехами. Заводят YouTube-каналы и рассказывают, как они хорошо живут. Нам все хватает. Ну, естественно, если он купил дом за 200 тысяч долларов 10 лет назад в какой-то деревне, он платит там, может быть, тысячонку. А если он этот дом будет снимать, он будет платить 2,5. Конечно, ему хорошо, правильно? Он может работать портайм даже. То есть, не полный рабочий день. Поработал до обеда, домой пошел. Жизнь малина, правильно? А вот сейчас иммигрант приезжает туда, пик цен. Цены продолжают расти. Потому что Америка печатает доллары, как сумасшедшая, чтобы вот эту пандемию загасить. Естественно, эта недвижимость растет. Эта обесценка идет доллара того самого. То есть, если дом стоил вчера 200 тысяч, а теперь миллион, это значит, что просто-напросто эти деньги твои обесценивают. Зарплата стоит на месте, она не повышается. То есть, получается, что человек, фактически, его зарплаты, зарплаты не хватит, этот кредит платить. То есть, кредит ему не дадут вообще на недвижимость. Он будет жить в вечном съеме. Что он здесь жил в вечном съеме, то он будет жить там. Приблизительно, я не скажу, что здесь человек, который снимает жилье и работает на каких-то разнорабочем, он будет хорошо жить. И там он также сам будет жить. Но в чем же разница? Правильно? Вот казалось бы, там вот Америка, там доллары, а он как бы живет в принципе так же само. Чего он лишается? Он лишается в первую очередь больших таких вот приятных бонусов, которые мы имеем здесь. Он лишается своей культуры. Американскую культуру он никогда не примет. Он не будет справлять их религиозные праздники католические. Правильно? Тот же самый Крисмос справлять, это вообще какой-то бред. Хотя наши... Гей-парады. Да, гей-парады, там День независимости США. Я даже этих праздников не знаю. Я знаю, что тут что-то закрылись магазины. Что за фигня? Прихожу, они говорят, а сегодня праздник какой? А День независимости Америки? А что это такое? А, а не сепаратизм, а там глядили. Ну понятно, Англия дала им денег, да, на колонизацию, они потом ее послали. Прекрасный праздник, отлично, вот такой вот. Вот они справляют этот праздник. Как они его справляют? Тут у них там салют, я показывал ролик был. Приехала толпа американцев со стульчиками, с тряпочками. Вот они разложились там на травке и сидят, ждут этот салют. Это час они его ждали. Никто не пьет нигде, нельзя нигде не пиво пить, ничего никак. Шататься тоже так, ходить балдеет тоже, это нельзя сразу тебе заложат, что он тут пьяный наркоман какой-то, сразу арестуют. Там очень это все закладывается очень быстро. В том числе и наши попадают тоже, имеют еще криминал какой-то мелкий. Ну пьяный шатался, все, запись есть. Уже у тебя пятно на всю жизнь, от него не избавиться. Мы посмотрели, они этот салют, разошлись по домам. Что это такое, что это за праздник такой? Я не знаю, может они там дома по стакану вина выпили, пиццу заказали, спать легли. То есть жить скучно. Личная жизнь, вся молодежь, которая, я знаю, твоих лет, 20-30 лет, да, 40 лет. Если ты приехал туда один, все, никогда в жизни ты там практически не женишься. Может какие-то там единицы, я не знаю, обычно берут, знаешь, каких женщин там. Вот один у меня знакомый женился на негритянке, она 150 килограмм весит. Она его еще и бьет, но он говорит, что он ее любит. Очень сильно. Да, очень сильно, потому что он говорит, у меня хоть какая-то баба есть. Вот это, в общем, ждет их, да. Так же самое, допустим, как в Москве. Приезжаю со Средней Азии сюда, я за ними наблюдаю здесь очень сильно. Изучаешь. Изучаю и вижу в них себя и иммигрантов, которые туда приезжают. Вот хочешь почувствовать себя там, посмотри на этих вот людей, которые сюда приезжают. Они работают дворниками на улицах, им тут дают какое-то жилье, холупку там, я не знаю, в цокольном этаже дома. Вот это тебя ждет вот там вот в Америке. Ты будешь, вот захочется туда мигрировать, чтобы вот так вот себя чувствовать? Это первое сравнение. Это я увидел в Москве. В других городах это не увидишь. В других городах нету такого трудовой миграции. А здесь это ярко выражено. То есть личной жизни никогда не будет. Потому что этот иммигрант со Средней Азии здесь никогда женщину не идет. Не знаю, каким надо быть ушлым и какими надо способностями обладать, чтобы тут какую-то москвичку закадрить. Да она посмотрит, скажет, ты вообще кто такой? И вот ты будешь постоянно чувствовать себя в его шкуре, находясь там. Я себя там чувствовал. Я приехал туда, мне сказали, я там решил с местными девками познакомиться. Мне было там 27 лет. Ну, молодой еще был. В самом расцвете сегодня. Они говорят, я когда рот открыл, со своим английским, даже он у меня там был более-менее, но я не мог вот так вот апеллировать языком. А женщины любят ушами. Каким бы ты красивым ни был. Я качался, у меня пресс кубиками был, 2 метра ростом. Я не мог личную жизнь наладить никак. Я уже даже там планку занизил так, что дальше некуда. Хотя вот... Не подходил к тем самым негритянкам 150 килограмм? Они мне предлагали. Ты знаешь, вот они мне предлагали. Да я не хотел. Предлагали вот женщины там, которые, я не знаю, даже вот пирожками торговали где-нибудь там на вокзале. Вот такие вот женщины. Они мне предлагали, я с тобой хочу встречаться. На полном серьезе мне говорили. Я говорю, ты вообще, что ты мне предлагаешь? Говорю, ты вообще себя в зеркале видела? Ну, я интеллигентно, я сказал. Я долго не говорил, но она меня преследовала. Я хочу с тобой встречаться. То есть у нее уже там до такой степени крыша поехала, что она возомнила себе просто фотомоделью какой-то. И вот все, вот это то, что меня ждало, других будет ждать. В первую очередь, без женщины будет страшная депрессия моральная. Ты купишь этот айфон себе в кредит 13, Макс Про будешь там платить за него. Три года без процентов по 50 долларов в месяц. Это небольшие деньги. А этот айфон есть у каждой собаки, у каждого бомжа. Он тоже с ним ходит. Он такой, да у меня айфон, да я крутой. Да я вот это вот, да я машину в кредит взял дорогую. Да я сейчас тут. Она у всех есть. Ты этим делаешь. Ты покажи, в каком ты доме живешь. Какая у тебя квартира. Там сразу смотрят, есть ли у тебя недвижимость. Это сразу показывает человеческое благосостояние. Может ли он платить кредит за это дело? Даже если он снимает отдельный дом или отдельную квартиру, он уже крут нереально. Это единицы могут себе просто позволить. Дальнобойщики работают по 25 дней в месяц на дороге и оплачивают квартиру меблинированную, в которой они не живут. Прекрасно. Женщины еще не все хотят с ними жить, потому что его нет. Ей мужик нужен, правильно? Она знает, что приведет любовника, кто-то заложит. Он ее выгонит, опять пойдет какой-то угол бомжатский снимать. Они с удовольствием будут с тобой жить, если ты будешь оплачивать. Но она работать не будет. Вот наши женщины, они не хотят работать, потому что у них говно работы. И они ищут себе спонсора, чтобы сесть на его шею. Не все тоже с этим мужики согласны. Есть идут на эти условия, а есть нет. Но работа дальнобойщика, она просто человека убивает. Просто убивает. Это очень тяжелая работа. Там нужно ездить по 11 часов. Каждый день. Слушай, Алекс, расскажи, пожалуйста. Смотри, получается, картина такая, что все, что ты рассказываешь, у себя на канале ты показывал, другие, у меня складывается впечатление, что мигрант из России получает только самую низшую работу. Самую простую, самую примитивную, где, можно сказать, даже языкально надо знать. Такси там и так далее. Вот я, например, из серии, я сижу такой в Москве, пью-пью такой, думаю, блин, а вот я бы приехал, я бы там вот какие-нибудь, может, фильмы начал бы документальные снимать. Ну, что начал делать? Кто-то, возможно, работает в финансах, скажет, блин, ну что, там банков нет, вот я пойду работать в банк, менеджером буду там на Уолл-стрит в рубашке ходить. То есть, каково это, иметь возможность вообще там в Америке получить действительно хорошую работу, где ты будешь как человек себя чувствовать? Я думаю, что, может быть, при завышенных таких вот критериях процента 3 получает такую работу. Может, они обладают какими-то неземными талантами и удачей, да, вот не скажу, что вообще никого не берут. Но основная масса на такие работы устроиться не может, даже обладая какими-то способностями, да, там вот я, допустим, приехал, я вот думаю, может, мне в кино пойти сниматься? Ну, дальше массовки меня бы не взяли. И то это массовка, это заработки такие были случайные, к примеру. Там могли тебе раз в неделю позвонить и сказать, Сагерса, поди там поработай за какие-то там гроши. Просто там минималку платили, там, может быть, 70 долларов, 50 долларов в день. Ты там особо не напрягался, но это просто как фан, это как преработа. Каждый день тебе не будут звонить, там очередь стоит. Людей, которые не хотят работать, они сидят на пособиях и вот ждут звонка, чтобы пойти подработать, потому что там наликом платят. Они прекрасно понимают, что они не могут платить официально, потому что человек не будет сидеть без работы. Его надо каждый день обеспечивать, правильно? Ну, вот, то есть, чтобы получить хорошую работу, нужно обладать, во-первых, знать отлично английский язык. В разговорном, свободном. Да, вообще безупречный. Пусть у тебя даже будет акцент, и то это огромный минус. Если это связано с какими-то там разговорными сделками, то если там даже люди платят сами американцы большие деньги, чтобы избавиться, допустим, от того же южного акцента, вот, допустим, та же Джулия Робертс, она платила колоссальные деньги, чтобы избавиться от южного акцента. Ее не брали никуда сниматься. Вот, когда она как-то избавилась, где-то она как-то вот засветилась. Ну, это опять же такой случай, и там все хотят сниматься в кино. И, чтобы попасть на хорошую должность, тебя должны порекомендовать. Вот, допустим, у меня работает, я программист, я приехал туда, еще работал, я офигенный специалист по компьютерам. Я посылаю тысячи своего резюме во все фирмы, возьмите меня на работу. Вроде как бы пишут, что требуется, там, в IBM, там, куда-то в Microsoft, я посылаю, сейчас меня возьмут, я же приду, я их там на лопатки положу своими зданиями, я же гений, правильно? Ну, естественно. А тебе никто не звонит. Что ж такое? Почему никто не звонит? А там у них в каждой большой корпорации есть специальное бюро, которое делает вид, что оно ищет работников. Оно дает объявление, человек получает зарплату, так положено. Так положено, чтобы замаскировать то, что оказывается там, кто работает, это все работают блатники по блату. Люди не с улицы. Допустим, у меня вот есть друг, и нужна вакансия программиста, и он приходит к боссу. Босс сразу вызывает своих сотрудников, мне нужен работник хороший. Ты должен за него поручиться. За меня мой друг поручился, что я буду работать хорошо, я не подведу, я никакие секреты не продам, я не буду бухать, я не буду пропускать, я буду работать как волк. Он за меня поручился, меня взяли на работу. Но будет ли он это делать? Скорее всего, что нет. Если он во мне не уверен, да он и не захочет рисковать, если я нарушу какие-то требования компании и меня уволят, да, уволят и его с позором, волчьим билетом, его больше на работу никуда не возьмут. Что он был уволен? Работодатель, когда он придет устраиваться, даже с опытом работы, скажет, где ты работал. А я работал там, он туда звонит и спрашивает, как он работал, что там скажет, работал плохо. Все, у человека жизнь под откос. То есть попасть туда невозможно. Это надо, может, там, если у меня отец бы работал, то, конечно же, я бы там работал, что мой отец за меня бы поручился. Короче, вся вот эта история, которая, бывает, всплывает, что в Америку можно попасть помимо туристической визы по рабочей визе, это в единичном случае. Потому что даже вот я на YouTube ни разу не встречал канала, где человек, подчеркиваю, работал бы каким-то менеджером какой-то крупной компании, там, я не знаю, с пиаром связано, с закупками, еще с чем-то. Ну, чтобы такая высокая работа была, таких не существует. Это было, знаешь, когда в 90-х годах, когда Советский Союз развалился, у нас были гениальные ученые. И вот Америка им предоставляла такую возможность. Они уезжали на Запад и им давали все. Им сразу давали работу, давали им там хорошую зарплату и они нормально жили. А миф остался, что вот, я великий специалист, мне взяли. Рынок заполнен, не нужны уже ученые, там все сформулировано. То есть, уже все, там особо такого нужды нет. Тем более, сейчас все корпорации перешли на удаленную работу. Интернет заработал. Программистов берут, допустим, с той же самой Индии. Индия сказала, вам надо миллион программистов, мы вам сделаем. У них там университеты, индусы живут бедно, они грызут эту науку сутками, чтобы как-то выбиться с нищеты, вот этой вот кромешной, которая в Индии. И вот, допустим, корпорации выгодно платить тысячу долларов этому индусу, который живет там где-то в деревне под Дели. И он будет делать вот эти все программы и проекты, чем будут платить 10-15 тысяч, которые живет в Сан-Франциско. Вот разницы никакой нет. Они берут удаленно, для бизнеса во, даже телефонные компании, которые ты когда звонишь, вот у тебя вот провайдер, допустим, там МТС, и ты звонишь туда, ты попадаешь куда? Оператор находится где-нибудь, ну в России обязательно, может не в Москве, а в России. А туда ты звонишь, почему-то с каким-то акцентом тебя отвечают. Опять же, все операторы сидят в Индии. И ты такой говоришь, вот у меня здесь проблема, а она ничего не знает. У нее заготовлены стандартные ответы, а если что-то плюс-минус, она уже не может тебе... Мне нужно посоветоваться с менеджером. Вот тогда она тебя переключает, может быть, уже на американского менеджера, который может его вопрос решить. То есть, они даже на этом экономят. Они берут даже операторов по телефону, которые живут черти где. То есть, люди, которые там живут, и платить им такую зарплату невыгодно, абсолютно. То есть, допустим, если человек живет в Сан-Франциско, там самый дорогой город, там квартира стоит вот такая, как у тебя, ну я думаю, тысяч пять долларов в месяц. Попади их заработай. Я знаю вот семьи, которые молодые туда эмигрировали, выиграли грин-карту, они мне рассказывали, что у нас вся зарплата, которую мы с мужем, вот в Калову, мужу, но у них детей нету. Дорого. Они не могут позволить себе завести детей. А у нас скажут, что это за семья без детей? Дети это цветы жизни, обязательно ребеночка завести. А если они заведут ребеночка, жена уже будет сидеть с ребеночком. Потому что садик частный, а он больше ее зарплаты месячной, которую она на говно работах получает, понимаешь? А государственные садики есть? Туда попасть невозможно. Там квоты, льготы в первую очередь черным дадут этот садик, чем белому эмигранту. Ты эмигрант, иди работай ночью, а днем сиди с ребенком или там с мужем, в общем, как хотите. Это никого не волнует абсолютно. Там вообще государство, оно не особо парится, чтобы ты там размажался. Вся политика этих стран, они создали вот эту вот иллюзию красивой жизни, чтобы приезжали уже здоровые образованные биороботы с высшим образованием и работали на заправке. Вот это их устраивает. Короче, подводя здесь итог, можно сказать, что если на момент 22-го года все-таки кто-то пытается туда поехать именно за поиском лучшей жизни, то, ну уж так, это уж если совсем все плохо здесь, и тебе типа а-ля, похрену куда, из плохо в еще хуже, или может быть из плохо в чуть лучше, попробуйте. А те, у кого здесь мало-мальски дела идут, возможности ей зарабатывают, то вас ждет Uber и подобные работы. Да, это еще не сразу ждет, чтобы на Uber работать, там надо тоже какие-то тесты языковые сдать, там не просто так берут, если ты не понимаешь, тебе еще туда попасть тяжело. В основном это будет, скорее всего, первое время, вот допустим, я вызвал диван, я купил новый здесь, приехали быстро гости из Таджикистана, будем их так называть, моментально этот диван разобрали, на горб поставили и унесли. Они тут работают, в Таджикистане строят трехэтажные особняки себе. А вот по нашему принципу, так же поехал, там в Uber катаешься, там-то в долларах получаешь, 2000 скопленных, сэкономленных там вроде бы ничто, а здесь 150 тысяч. Это вариант, если ты будешь жить тоже как они здесь, там 5 человек в однокомнатной квартире, то можно отложить, можно отложить деньги. Но опять же, ты туда приехал заработать, а не там жить, правильно? Ну да. То есть, вот этот вот гость из Таджикистана, он здесь и не приехал до самой пенсии-то жить в Москве. Ну конечно, они в открытой все тоже самое. Да, он не хочет, у него там, он приезд с рублями туда, поменяет их на свои вот эти вот деньги, в Душанбе, купит себе, да, вот, скажет, из него там любая таджичка пойдет, красивая, правильно, с приданными еще добавленными. То есть, он сюда не приехал ждать, то есть, подработать вахтовым методом и жить это разные вещи, то есть, это совсем другое. Сейчас развита трудовая миграция, то есть, кто-то едет на север, кто-то едет в Германию, кто-то едет в Америку, все едут то куда. Это вариант, чтобы срубить деньги на жесткой экономии, то, что, в общем-то, и я сделал последние 10 лет. Вот мне говорят все обычно, что ты поливаешь грязью эту страну, она тебе дала возможность заработать себе на трехкомнатную квартиру в Одессе, да, возле моря. Я говорю, подождите, подождите, что значит мне она дала? Мне на халяву никто деньги не дал, я когда там жил первые 10 лет, как все, то есть, снимал квартиру, у меня была машина, я приезжал с работы, садился в новенькую машину и ехал в магазин за продуктами, как король, правильно? Еще и ходил с друзьями пиво пить и даже позволял себе такую вот беспечность встречаться с девушками, там у меня какие-то были тоже отношения, и на это тоже надо было ослюнявлять. Я жил даже, можно сказать, в минус время, я уходил в минус, 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 и моя жизнь через 10 лет закончилась банкротством. Причем, что я, вот как все знают, мои подписчики, я копейку считаю, даже меня называют, что я жадный, что я крохобор, жлоб, никакая женщина с этим вот жлобом не будет встречаться, он такой жлоб, он вообще, наверное, еврей, потому что он из Одессы, поэтому он такой жадный. На самом деле это далеко не так. На хорошие вещи я деньги не жалею. Допустим, я, если приду в ресторан, я не буду себе, как есть люди приходят, накрывают полный стол, они там сидят какую-то часть, остальное унесут. Я такой себе никогда не позволю. Я так воспитал отец. Взял кусок хлеба, съешь, зачем лишнее покупать? Ну, если я покупаю, допустим, себе телефон, у меня всегда топовый телефон, у меня всегда топовая аудио-видеоаппаратура, если я покупаю себе квартиру, у меня тоже топовая квартира, допустим, там съел ремонт, там вся нафаршированная мебель, да, там мне тяжело далось, чтобы я это накопил, я поставил себе задачу. Так, ты 10 лет был дураком сюда, приехал, все промотал, то, что у тебя была квартира трехкомнатная, когда-то машина. Давай что-то делай, Саша. И я принял для себя решение, ты наказан, ты будешь жить в грузовике. Вот, я сел, стал жить в грузовике, я там готовил, питался одной яичницей. Вот про это мы сейчас еще поговорим, друзья. Сейчас мы сделаем небольшой перерывчик, пополнить наши цистерны, но отмечу, что у Александра, оставляю ссылочки на два его канала, реально, кому интересно посмотреть вот про США, особенно вот эти его истории, человек очень хорошо рассказывает, очень интересно. Я уверен, что из всех тех количеств видеороликов отснятых, вы наверняка найдете то, что вас позабавит, что вас чему-то научит, где-то вы с ним не согласитесь, но рекомендую. Два канала, ссылочки оставляю в описании, подписывайтесь, обязательно смотрите. Вот, кто бы что ни говорил, а в Москве, особенно в центральной части города, ну очень красиво. И вот, когда январь на дворе, этот морозный, солнечный день, тратить его на поездку по магазинам, зачем это нужно делать? Когда лучше отправиться погулять, посмотреть красоты, зарядиться новой энергетикой. А вот пробежаться по магазинчикам можно и после прогулочки из дома. Сели, с уютом, за компьютером. Залетаете на Е-каталог, ребята, и выбираете абсолютно любой товар, который вам нужен. Абсолютно любой выбор. На Е-каталоге, вот я вам покажу главную страницу, просто огромный ассортимент товаров. Вы можете найти ровно то, что ищете вы и далее, почитать про него отзывы. Это очень полезно, когда вы хотите что-то купить, посмотреть динамику цены. Именно она показывает, не было ли вот этой специально умышленной накрутки, для того, чтобы потом вам сказать январские скидки. Там есть огромное количество фильтров по правой стороне, побегайте глазками, посмотрите. Можно создать личный кабинет. Он работает для России, Украины, Казахстана. Друзья, выбор и возможность его просто огромный. Самое главное погрузиться, полазить, и вы сами все поймете. Потом любую покупку, прежде чем совершать, будете проверять ее через Е-каталог. Я оставлю активную ссылочку в описании, в первом закрепленном комментарии. Если вы поддерживаете канал, как минимум, я вас прошу уделить ему время, зайти посмотреть. Вполне возможно, он вам запомнится, понравится, и в дальнейшем вы будете совершать покупки с удовольствием через него. Самое главное, что когда вы определились с товаром, вы нажимаете, где купить, и у вас открывается список магазинов, где можно провести товар. Вы можете подобрать для себя магазин по цене, потому что есть всегда тут, кто даст самую низкую цену. Есть магазины, которые вам уже знакомы, и вы к ним испытываете доверие и закажете там. В любом случае, выбор остается за вами. Сам по себе Е-каталог вам ничего не продает. Он лишь помогает вам совершить взвешенную, обдуманную и грамотную покупку. Пользуйтесь с удовольствием, а мы пойдем погуляем. Алекс, в самом начале я сказал, что смотрел твои сюжеты, как некий такой документальный фильм. Опять же, видно, что тебе деятельность на Ютьюбе, она нравится, потому что тебе какие-то зарисовочки делаешь. От некоторых твоих рекламных пауз я просто, как говорится, ухахатывался, как ты это дело исполнял. Друзья, реклама от Аликса, это отдельная история, это стоит посмотреть. Но вот, знаешь, мне, сидя на диванчике, с пледом, с чашечкой чая, посматривать на большом экране, как ты там в траке живешь, как ты там называл, как собака. Не жило, мучаюсь. Да, мучаюсь. Было очень интересно, потому что это такая, знаешь, некая романтика. Ты даже раньше вел канал отдельный, у тебя был про природу США, потому что это действительно красиво. С этим, как говорится, не поспоришь, это жирный плюс. Ты передвигаешься в траке, у тебя сзади спальное место, у тебя там своя кухня, ты утром готовишь божественную яичинку, делаешь кофе. И это, собственно, многих наверняка подкупало, так как для нас, для зрителей, это контент, от которого мы отдыхаем. Как быстро ты понял, что вот эта романтика трака, когда ты едешь, что это вообще на самом деле нифига прикольного в этом нет? Значит, я с дальнобойщиком не хотел особо работать. Когда я начинал работать, я решил работать по городу. По городу там развозил различные продукты по магазинам, мне дали грузовик. Мне было тяжело, конечно, я ни города не знал. Тогда не было навигаторов, ничего, очень тяжело было. Траки были все вот эти городские, им по 100 лет кругом бегом были, они все были раздолбаны, без кондиционеров. В кабине 40-градусная жара наружу, просто ты истекал пота, просто так деньги не платили. Но ты вечером приходил к себе домой. У тебя была какая-то социальная жизнь, если оставались силы, если ты 8 часов в день работал, то ты мог еще пойти попить пиво, допустим, пойти на свидание после работы, жить нормальной жизнью. Или если у тебя есть семья, провести там в 6 часов вечером с твоей семьей, это счастье еще работаясь возле этого дома. Ну, можно было, в общем, подстроиться под какую-то компанию. Но это было такое непостоянное время, то есть мечта была 5 утра уходить и, допустим, после обеда приходить. Это была мечта каждого человека. На таких работах люди держались вот так вот. Это работали в основном канадцы, американцы, то есть местных туда, иммигрантов туда не брали. А тебя брали на скользящий график, вот 24 часа в сутки, вот надо им там в 2 ночи, чтобы ты вышел, ты шел в 2 ночи и работал 12 часов. В другой день тебе сказали, приходи в 12 дня, ты на работу ехал час-полтора, поработал 3 часа, они говорят, работы нет, иди домой. И ты опять час-два домой. Вот такая была работа. То приходила зима, работы было меньше, то есть ты мог вообще там ничего не зарабатывать. Ты за зиму заходил в долги. И вот судьба меня как-то вот подтолкнула идти дальнобойщиком. Я не хотел, я боялся туда идти. Ты же без опыта пришел. Да, это был страх для меня куда-то ехать, но все-таки вот я подумал, а вдруг там больше денег. Это же хайвей, это же другие деньги. И когда я туда пошел, мне было очень тяжело. Я имел страшнейший стресс, там романтика не пахла. Романтика потом началась, может быть, месяца два спустя. Я на грузовике уже два года в городе отработал, а хорошо сдавал задом. Я умел на нем ездить. Тем более вот эти вот хайвейные грузовики, они такие были комфортные по сравнению с этим вот грузовиком, которому 30 лет. Он как КамАЗ раздолбанный 60-го года. Вот так будем его называть, да? То есть я сел в это Volvo, включил кондиционер, музыку. Вот я почувствовал себя настоящим дальнобойщиком. Мне было где-то, может быть, 29 лет. Я почувствовал себя крутым перцем. Когда меня отправили первый раз в Лос-Анджелес, я поехал вот через весь фактически материк. Это была зима, февраль месяц. Я заезжаю в Неваду, проезжаю перевал. И вижу, что грузовики, многие останавливаются. Там была парковка и выходят. И вот так. То есть только что было минус 10, а сейчас плюс 26. Ты вот перевал такой проехал, выходишь, а там лето. Там листики растут, птички щебечут. И вот я просто обалдел. Вот это романтика, вот это вот жизнь. Приехал на океан, там зимой все купаются в Лос-Анджелесе. Я подумал, я попал в рай. Романтика прошла очень быстро. Может быть, первый год, когда я всю Америку объездил, все посмотрел, потом мне стало абсолютно уже неинтересно, мне стало тяжело. Я растерял всех своих друзей. Я не мог личную жизнь наладить. Я никогда нет. Я приезжал на день и на два, когда я успею с кем-то познакомиться. Я звонил женщинам, там уже по интернету знакомился. Давайте, говорю, встретимся. Они говорят, а кем вы работаете? Я говорю, дальнобойщик. Кто? Типа, я там зарабатываю много. Она говорит, не, у вас дома никогда нет. Мне не надо такой вот бойца, 300 лет. Сразу вот так вот и говорили. То есть это 90% был отказ. То есть в лучшем варианте могли взять себе с двумя детьми женщину, которой нужна материальная поддержка. Она скажет, ой, хоть вообще никогда не приезжай. Но мне оно надо, правильно? Мне тоже не надо. Поэтому друзья пропали. Личная жизнь у меня просто-напросто накрылась медным тазиком. И я впал в страшную депрессию. Это же еще самое главное, что это в твоем таком возрасте. Там 30-40 лет, правильно все происходит? Да, мне очень хотелось жить. Хотя бы пообщаться даже с кем-то. Средний возраст дальнобойщика вообще составляет 40+. Молодежи нет. Не заставишь под палкой работать. Я ездил, а просто плакал. Во-первых, тогда нельзя даже было никому по телефону позвонить. Не было интернета. Был руминг. То есть, на минуту куда-то позвонил, уже думаешь, у тебя там счет какой-то заоблачный придет. То есть, ты молчал всю дорогу. По рации поговорить с кем? С американцами? Я ничего не понимаю, что они там говорят. Они там говорят, что-то по рации вообще было не разобрать. Что я говорил, они не понимали. В общем, рацию я все время эту выключал, чтобы она меня не раздражала. То есть, общения нет. И если мы встречали какого-то там русскоговорящего человека, неважно, он там с Душанбея или из Риги приехал, мы просто обнимали друг друга и целовали в десну на какой-то погрузке. Мы забывали про работу, мы вот так вот разговаривали, мы не могли наговориться. Вот такой был стресс. Сейчас, конечно же, да, интернет, можно звонить хоть на ум, никаких проблем. Но это не решает проблемы. Тогда дальнобойщики еще получали неплохо, относительно сейчас. Тогда недвижимость была по сравнению сейчас вообще дармовая. Ну, так же, как и в Москве, правильно? Вот в нулевых там, допустим, цены и сейчас такие погибли, заоблачно. То есть, во всем мире экономическая ситуация, она идет вниз. Во всем мире нет страны, которая идет вверх. Все катятся вниз. И вот поэтому человек хочет убежать куда-то, вот туда-то далеко, где он думает, что там куда-то вверх идет, правильно? Это нормально. Слушай, ну вот у тебя не было за время твоей работы, вот в дальнобое, когда ты уже нащупал вот эту нишу с точки зрения того, что у тебя есть постоянная работа, насколько я знаю, ты работал там на индусов длительное время, купить домик в США. Вот я сейчас выведу даже на экран вот эти уютные картинки, которыми как раз нас съехали. Прозомбировали из фильма, что вот дорога, дома красивые, газончик. И, собственно, там это в некоторых штатах, насколько я знаю, ценник еще плюс-минус подъемный. За 10 лет и бы без проблем мог бы себе приобрести. Ну, в Неваде, где-нибудь в пустыне недорого стоит. Со змеями. Или в Монтане, там, где вот эти вот поля, стаи, домик, да, там он продается 100 тысяч долларов фактически на ощупь. Сгнивший, правда? Ну, можно даже нормально найти, не сгнивший. Бери, не хочу. Но я могу и здесь отшельником пойти в лес землянки жить. Это то же самое будет, правильно? Я буду там жить в этом доме, я там пойду, возьму веревку в один день, напьюсь пьяный, антидепрессанты у меня кончатся, я пойду и удавлюсь там в этом домике, правильно? Просто вот. Мне что, там будут какие-то друзья, с кем я так могу пиво сливаю пить? Да это невозможно. Человек – это социальное животное. Он может жить только в стае, причем в стае ему подобных разговаривающих на его языке. Вот какой-то был фильм, я помню, про первобытных людей. Там он был без перевода. Это старый фильм, там они вот так вот говорили. Вот это вот. И какая-то там девушка молодая, с другого племени, не помню, она попала в племя какое-то там другое абсолютно, может у него там цивилизация даже была выше. Весь фильм эта бедная женщина страдала, хотя ее приняли в это племя. Она страшно страдала, она скучала за своим племенем. Вот это миллион лет назад было. То же самое и сейчас происходит. То есть у тебя не будет там ни друзей, ни личной жизни, ничего, да? Но если ты захочешь жить в городе, где, допустим, разговаривают на русском языке, это города в основном дорогие. Это дорогие города. Это такие как Лос-Анджелес, это Чикаго, Нью-Йорк, там Майами даже самое, там Пусь-Сиэтл. Крупные мегаполисы, там в основном селятся наши мигранты. Почему? Потому что там есть работа, там есть цивилизация, там, допустим, есть даже куда пойти на хоккей и футбол, если есть у тебя деньги. Это стоит страшных денег. Здесь может себе позволить каждый человек пойти посмотреть хоккей. Я тоже тут ходил, играл от ЦСКА и еще команда Санкт-Петербурга. Я не помню, я не увлекаюсь хоккеем. Но я пошел здесь на хоккей. Билет стоит относительно зарплаты вменяемых денег. В той же самой Канаде ты заплатишь 200-300 долларов за билет, и ты будешь сидеть как на луне, а хоккеисты будут вот такие маленькие. На смартфоне они будут больше казаться. А то пойдешь за эти деньги, а чтобы тебе отложить от твоей зарплаты 300 долларов на билет, тебе надо приблизительно, может быть, всю неделю работать и экономить, чтобы вот эти вот деньги у тебя отложились. Не важно, что ты там заработал, 3, 5, 6 тысяч долларов. Ты эти деньги все отдаешь за твои расходы. Вот у нас здесь москвичи, они никогда не могут предположить, что средний счет за телефон 7 тысяч рублей в месяц. Они скажут, ты что, мы за год столько платим, как это вообще? Про страховки автомобильные я вообще молчу. Это приблизительно средняя страховка в Америке, в большом городе сейчас 300-400 долларов. Это на рубли, ну сколько? 30 тысяч. 30 тысяч рублей. Это автостраховка. И столько же ты будешь платить за эту машину. То есть уже 60 ты будешь платить в месяц за автомобиль. Toyota Camry, к примеру. Это вот, ребята, как раз к слову о том, что те, кто живут иллюзией, что там 4 тысячи долларов ты получаешь, а цены... 4 тысячи это дешманская зарплата сейчас считается. Это нищий. Все, это самое дно. 4 тысячи. А если люди на 2,5 работают? Вот продавец в супермаркете получает около 2 тысяч долларов после налога. 2 500 он получает грязными, и там с него маленькое налогообложение около 2 тысяч получает. Это нищий бомб считается за 2 тысячи долларов. Это вообще самое дно. Джон, ты что там раздавился? Только тебя похвалили, и ты начал лаять. Ну-ка, давай, иди сюда. Сядь здесь и лежи. Не мешай нам, не видишь, что ли? Человек, получающий 2 тысячи долларов, для сравнения, он даже не может себе позволить курить сигареты. Ну вот так и есть. Он не может позволить себе курить. У него не будет денег на сигареты. Слушай, Алекс, вот вопрос про безопасность. Ты же бывал в Нью-Йорке. Вот Москву зачастую, вот как раз с Нью-Йорком можно сравнить. Потому что для нас это столица, это самый крупный город. Там тоже город большой, там тоже очень большой поток мигрантов. Вот скажи мне, я очень часто вижу о том, что Америка это здорово, но когда приезжают люди в Нью-Йорк, многие говорят, куча сумасшедших, куча людей больных, куча людей, которые могут идти там с пистолетами. Там есть какое-то отдельное даже приложение, гражданин называется, Citizen, где показывают люди, что постоянно происходит какая-то пальба. Кого-то убивают, кого-то насилуют. При этом в Москве, естественно, тоже бывают какие-то происшествия, тоже бывают, ну, разбой и так далее. Но это, по крайней мере, из официальных новостей гораздо меньше происходит. Вот побывав там, побывав здесь, какой-то сравнительный анализ можешь сделать? Я скажу одно, что я хожу по Москве и смотрю, какая здесь безопасность. Наверное, это самый безопасный город мира. Ну, честно говорю. Вот люди, они знают, что все в видеокамерах. Если он кому-то набьет морду, ему за это попадет. Его быстро найдут, обнаружат, правильно? Он будет тысячу раз думать. Даже сейчас не увидишь вот этих патрульных, которые там в 90-е ходили с дубинками такие, там искали, до кого до колыпаса. То есть безопасно сильно. В метро зайдешь, там все охрана, все в рамочках проверяют, чтобы там, не дай бог, никто бомбу никакую не бапнул. Вот. Что там? Там никаких нет абсолютно рамок, там ничего нет. Это дорого платить вот этим вот охранникам. В то же самое метро ты никогда не увидишь копок, который там будет стоять и смотреть за безопасностью. Они стоят только, когда ремонт дороги идет. Там стоит обязательно полицейская машина и моргает, чтобы люди все, когда ее видели, снижали скорость. Но это подсознательно бьет. Почему эта машина там стоит? Потому что стройка, которая ремонтирует дорогу, платит сумасшедшие деньги полиции за то, что там стоит машина. И как говорят, что полицейские хорошо зарабатывают. На самом деле зарплата у них официально не такая уж и огромная в США, но если ты хорошо служишь, тебя направляют подработать. На вот эту вот стройку постоять. Просто ты там будешь в машине, и ты спать ничего не делаешь, а тебе будут платить очень хорошую зарплату за то, что ты там стоишь. Вот это у них такая, как бы вторая зарплата называемая, да, у полицейских. И все. А так, если он там будет стоять в метро, государство не особо хочет ему платить. То есть, фактически полиция, получается, какая-то коммерческая такая структура, у каждого полицейского есть свой план поймать как можно каких-то там преступников и конфисковать как можно больше у них денег, чтобы показать, что они отрабатывают свой хлеб. Бюджет мэр города скажет, ваш полицейский участок у нас в убытке. Мы платим вам зарплату, а штрафов и пойманных каких-то там денег не хватает. В общем, начинают их там сокращать. В общем, поэтому безопасность там ужасна. Ну, с точки зрения пальба там, я не знаю, действительно там прям так стреляют. Да, да, в Нью-Йорке стреляют, в Нью-Йорке сильный бандформирование. Даже вот такие есть игры компьютерные, которые это все дело показывают. Я когда в Детройт первый раз приехал, мне сказал один американец, ты туда не ходи. Там, говорит, ребята с большими пистолетами, ты туда, говорит, не ходи. Я так посмотрел на него. В Канаде все-таки преступность гораздо меньше, чем в США. Но в США это вообще просто ужас. Там такой криминал, что я не знаю, откуда он вообще там взялся. Плюс огромное количество бомжей. Ведут они себя очень развязанно, потому что их все боятся. Он может тебя уколоть иголкой от шприца, на которой будет ВИЧ-инфекция. ВИЧ-инфекция или гепатит С. Может, тебя плюнут уже там туберкулезом больной. То есть люди от них шарахаются, они их боятся. И они прямо вот так вот садятся прямо на бульвары, где все ходят, и гадят по-большому на пол. Это вообще как? Вот ты идешь по Манхэттену, а там бомж сидит и гадит. И ты такой, я ничего не вижу. Ой, смотрите, какой красивый дом. Это блогеры не снимают, которые туда приехали, которые показывают, что они там хорошо живут. Слушай, была ситуация еще прикольная. Я ради интереса зашел на один сайт, он называется zillow.com. Ну, в общем, аналог нашему ЦАНу, на котором можно посмотреть, по чем жилье. Просто стало интересно. Я открыл Нью-Йорк, нашел по карте Центральный парк. Думаю, блин, ну неплохо было бы жить где-то в окрестностях Центрального парка. Выставил фильтр и увидел, что квартирка, там 50 квадратов, там 60, может стоить аж 275-400 тысяч долларов. Одна из девушек мне написала в Инстаграме, что-то мы начали с ним про это разгарить. Я в ролике об этом говорил. Она говорит, ну пришли к мне район, где-то там такие цены увидел. Но я ей делаю скрин, присылала. Она говорит, Дмитрий, это район Гарлем, и там живут ребята, которые любят слушать рэп, читать рэп и тусоваться. Поэтому тебе там делать точно нечего, если ты не хочешь быть, ну и, короче, жертвой. Я тебе еще скажу, что вот эти все объявления, ну в общем и у нас такая тоже тенденция есть, а цены не соответствуют. Ты придешь и говоришь, я хочу купить за 300 тысяч квартиру. Ты знаешь, чувак, вчера ее купили, но есть за 700 точно такая же. То есть эти цены еще надо умножать на 2, а то и на 3, которые дают в этих объявлениях. Это самая настоящая замануха. Мне тоже, многие люди писали в Детройте, можно купить дом за 1 тысячу долларов. У меня вон друг Рома живет в Детройте, он мечтает купить дом, но самый дешевый стоит 300 тысяч долларов. Даже в этом вот Детройте, город банкрот, там живут одни черные. Да, я тоже слышал. И он говорит, что нам не дают кредит, он хочет купить дом, а ему сказали, ты должен 40 тысяч положить, первый взнос, чтобы взять кредит. А у него нету этих денег, никогда в жизни не будет. Вот у него сейчас идут конфликты с женой, она говорит, иди бери где хочешь деньги. Вот ты, мужик, иди заработай. А он не может заработать. И у них сейчас там просто развод какой-то происходит на этой почве. Хотя человек имеет американские документы, знает язык более-менее английский, имеет стабильную работу. То есть, это все в такой вот фейк. Как я позвонил, допустим, здесь по объявлению недавно, и увидел, что, ну, вот УАЗ Патриот машина продается, да, вот, она на 700 тысяч дешевле стоит. То есть, за 420 тысяч можно было купить новый автомобиль. Я такой, вау, думаю, наверное, это вот 21-й год, а сейчас 22-й, идет распродажа. Я там, давай, оставляю заявочку, такой, Патриот. Мне эта машина, как бы, ну, она мне нравится, да, это отечественный автопром, она большая, она относительно недорогая, но она мне не нужна особенно. Ну, я клюнул на эту скидку, мне начали звонить. Я говорю, вот, скажите, это правда, что она на 700 тысяч дешевле? Я даже говорю, возьму в самом фарше, вот эту премию, она вышла 912 тысяч рублей. Я говорю, прямо вот сейчас, прям приду, у вас ее куплю, кешом принесу, говорю. Они говорят, нет, ты что? Чтоб эта цена была у тебя, тебе нужно трейд-ин свою машину сдать. И кредит взять. И кредит в банке взять. Я говорю, какой кредит? Мне кредит не нужен. И машину я свою не хочу отдавать. У меня машина у жены свеженькая, Toyota, там, 30 тысяч пробег, я не хочу ее отдавать. Я хочу вот купить за 900 тысяч в полном фарше. Она стоит где-то миллион семьсот, где-то вот так вот, если ты придешь в сам УАЗ и купишь ее. И я говорю, не, ребята, пошли вы в бане, уже это кино прошел в Америке. До свидос. Все. Так же, да, банок? То же самое. А все вот гадость уберут оттуда. Всю гадость. Чтобы ты просто понимал, я профессионально занимаюсь автомобилями. Как раз я тот самый человек, который помогает людям покупать машины честно. И то, что ты нашел, это, естественно, замануха, стандартная. И очень часто люди думают, что в Америке такого нет. Хотя мы отдельно как-то записывали сюжет. Он просто не набрал там большое количество просмотров. Но тысяч пятьдесят человек его посмотрело, где как раз наш человек, также мигрант, он содержит свой салончик в Америке. И он рассказывал, как они тоже, бывает, людей обманывают там. Кредит не говорят на какой срок. Человек думает, три года. У него там семь лет. Ну и так далее. И так играют. Поэтому имей в виду, Алекс, если нужна будет машина, обращайся, чтобы тебя не обманули. Я всегда говорю на своем канале, что зачем изобретать колесо, когда его уже изобрели. Все мошенничество мировое было изобретено в Соединенных Штатах Америки. Даже МММ, все знают, было придумано впервые в Америке. Правда, человеку дали пожизненный срок. Алекс, вот интересно послушать. Ты вот начал про жилье, допустим, говорить. Натыкался как-то на одно интервью, где человек рассказывал, что мы с семьей переехали и как раз погрузились во все эти законы. Он говорит, мы покупаем дом. Захотел он поставить забор. Оказывается, чтобы поставить забор на территорию своего дома, в некоторых штатах это запрещено, в других штатах забор должен быть не больше, чем метр. Захотели они сделать ремонт в доме. Приехала специализированная бригада, насчитала ему 20 тысяч рублей за туалет. Он говорит, зачем мне это надо, я сделаю сам. Сделал сам. Сосед увидел, что никто не приезжал, что он не нанимал специализированную бригаду. Сдал его. Приезжают с администрации. Короче, ему говорят, ломай и делай заново. Говорят, ну почему? Я же все сделал как положено. Ты не имел на это лицензию. Неужели это все действительно так? Имея свое жилье, ты даже не можешь при желании его в другой цвет покрасить. Это как? Все это верно. Верно подмечено. Это все правда. Я много в своих роликах про это рассказывал. У меня канал от Америка наизнанку. Он именно вот это все и вскрывает. Многие мне не верят. Они начинают мне писать разные там угрозы, что я лгун, что я вру. Действительно, если ты, вот я знал знакомому, он купил дом, и там была такая вшивенькая огнилая кухня. Он взял, ну руки у человека растут не из одного места, а как надо. Он пошел купил в магазин каких-то там стройматериалов и вот такую кухню сам сделал, да. Поменял сантехнику, все поменял. Но никто его не заложил, слава богу. Вел, можно сказать, затворнический образ жизни. Хотя соседи поглядывали, что он там завозит. Но он как-то так аккуратно. Он на своем пикапчике заезжал в гараж и внутри дома уже это все заносил. Там дверь такая с лестницей. Поэтому его не заложили. Решил он вернуться в Россию. Канал я смотрел этот еще давно и лично знал этого человека. Он, может, два ролика все выложил и все. Значит, решил он продать дом. Пришел риэлтор. Он говорит, дом классный, все, кухня вообще офигеть, сам унитаз. покажите там документы на дом. Посмотрела, что-то там нашла несоответствие, что оказывается, тут не было этого ничего. Она говорит, а вы заказывали лицензионного плотника? Да какой там? Да я сам. У меня руки золотые. Я вообще кулибин. Ой, говорит, вы знаете, это не пойдет. Это не пойдет. Говорит, вот возьмите и все это дело сломайте, уничтожьте, и тогда мы будем ваш дом продавать. И он взял огромную кувалду и вот эту кухню, унитаз всю расхринячил и, естественно, даже продал дом дешевле, чем его покупал, потому что все это дело убито. Для чего это делается? Человек выучился делать кухни. он хочет зарабатывать деньги. И государство тоже хочет зарабатывать деньги. Чтобы государство зарабатывало, он должен у нее купить лицензию, заплатить непомерные деньги за эту лицензию. Так же самое, как и у нас ресторан, который продает алкоголь. Почему такой дорогой алкоголь в ресторанах здесь в Москве? Сумасшедших денег стоят. Просто не подъем. Говорю, как водка, почему в 5 раз дороже стоит, чем в магазине? Потому что они купили лицензию, заплатили государству денежки. они могут ее дешевле продавать. Некоторые даже закрываются из-за этого, потому что они не окупают эту лицензию. То же самое и здесь. Ты должен заплатить всем. А ты тут сам умный решил вот это вот сэкономить. Поэтому это запрещено. Я снимал ролик, что в Америке запрещен огород. Все говорят, дом, помидорчики, там огурчики вырастить. Да что там он врет? Да вот у нас помидоры растут. Растут. Есть у человека дом. Где-то там на горе, на хуторе, там допустим в Колорадо где-то находится, да, и у него нету там никаких соседей, никого. Он может там хоть корову завести, правильно? Но никто не будет на горе жить как пастух там где-нибудь там в Грузии, правильно? с баранами. Есть специальные жилые комплексы, где строятся дома, а в Америке ты сам себе дом не можешь тоже взять и построить, не можешь нанять бригаду построить, то есть ты должен застройщику, потому что у каждого человека пол сделал лицензия, кран сделал лицензию, он за это отвечает, если что-то там будет плохо, то он ответит. Поэтому нельзя завести огород, потому что это нарушает эстетический вид вот этой вот комьюнити, где вот эти все дома. Поэтому ни одного американца нету ни огурцов, ни помидоров, ничего. Потому что ему придут и выпишут штраф сумасшедший, он портит внешний вид. Травку эту надо стричь, здесь она вырастет выше определенного размера, придет инспектор с линейкой замерит и нахлобучит тебе сумасшедший штраф. Хочешь стриги эту траву, не хочешь, ты должен нанимать специальных людей, они приедут на такой машине, на таком пикапе с этими газонокосилками и за большие бабосы тебе ее подстригут с удовольствием, что у них есть лицензия. Значит, если ты не хочешь стричь траву, тебе надо за твой счет закатывать черным красивым асфальтом вокруг этого дома. Опять же, нанимать специального лицензированного человека. Это дорого, это очень дорого, стоит положить асфальт. Траву посадить дешевле и стричь дешевле, чем асфальт. Но если ты не хочешь, ты должен убирать снег, сам лопата, или платить за это деньги. А огород, он будет портить внешний вид. Вот такие вот дела. Так же самое, как в квартире ты не имеешь съемной стиральную машинку. Есть квартиры, которые сдаются со стиральной машинкой, но они почему-то на 500 долларов дороже. И человек подумает, 500 долларов больше платить, ничего себе. Там стирка кругом бегом может 50 долларов, набегает ходить в прачку общественную, с бомжами стираться, а я буду 500 долларов платить. подпольно поставить некоторые рискуют. Но опять же, в каждом доме многоквартиры есть управляющие, у него есть ключи от твоей квартиры, он может в любом месте зайти и проверить. К тебе в квартиру можно? Приходили ко мне в квартиру. Просто так проверить, все ли у тебя не ворки, у меня посудомойки и стиральной машинки. Их этот вопрос очень интересует. Почему? Потому что, как правило, эти дома, у них нет счетчиков воды, электроэнергии, и я не знаю, почему они их не ставят, но машинка у тебя будет большой расход воды делать. А у тебя как бы все включено. Ты вот платишь по месячную мзду, и вода не сильно расходуется. И как правило, у них еще бизнес, что в подвале этого дома, там, допустим, 20 этажей, за монетки можешь постирать белье. Машинки стирают безобразно. Вот я включаю там какой-то режим, там, 2 часа может это белье медленно стираться, там, разный режим, и так, она, и так. А там 20-30 минут максимум. Ты накидал, там что-то даже не прополоскалось, ничего, посушил, все пошел. И ты должен еще там сидеть, как поц, вот этот, ждать, когда это белье постирается, читать книжку. Ну, что, его могут украсть? Или, допустим, придет какой-то другой человек стирать белье, а все машинки заняты, он видит, что там твое белье постиралось, он возьмет его и со злости выкинет на пол грязный, и тебе придется опять его стирать. Вот так вот. А может еще и украсть что-нибудь. То есть, это страшное дело, у нас люди даже не могут представить, что такое может быть. А ты говоришь, что в домах нельзя огород сажать. Нельзя! Слушай, а расскажи, пожалуйста, про вот такой момент. В процессе общения с тобой ты сказал, что вот в Америке там очень жестко относятся к дискриминации, что там нельзя нацию упоминать, еще что-то. Ну, вот я замечаю такие моменты, что даже от некоторых русскоязычных блогеров, которые в большинстве хвалят Америку, которые говорят, блин, ребята, здесь все зависит от каждого, Америка самовозможности, тем не менее, тоже начали упоминать, что ситуация сильно изменилась с тем моментом, когда они переехали, там, нулевые, там, 2010 год. И один человек рассказывает такую ситуацию. Приехал он на парковку к торговому центру, выезжает перед ним машина, и она не дает ему проехать. И он видит, что владелец этого автомобиля человек темнокожий. И он понимает, что если он ему сейчас посигналит, тот это сразу воспринял в штыки, начнет там орать, кричать, и что если даже он вызовет в процессе всего этого дела полицию, то он говорит, я уже не знаю, и я уже боюсь, что полиция встанет вообще на мою сторону, ведь я не зачинщик конфликта, а скажет то, что, ага, ты его оскорбляешь, что тут все истории с БЛМ, когда вот, что вот ты его применьшаешь, ты должен был ему уступить проехать, еще что-то, но вот в такой ситуации. И я, соответственно, хочу подвести к тому, когда ты уже уезжал, нет ли там такого ощущения, что уже белым людям нужна помощь в том, чтобы их не принижали, а не темнокожим и другим. К сожалению, это так, многие здравомыслящие, белые американцы, очень сильно от этого страдают. Они говорят так, что теперь такие времена наступили, что черный всегда прав. Что бы он ни сделал, закон будет на его стороне после того, как его Флойда задавили, то город выплатил огромные миллионы долларов семье этого преступника, по-другому его не назовешь, который был уголовник, аферист, нигде не работал, только качался и получал от жизни удовольствие. И когда вот этот случай произошел, видимо полицейский, смотря на эту всю ситуацию, он уже так это все ненавидел, что он просто не мог сдержаться, просто он взял его и заломал и придушил, силы не рассчитал, просто уже вот видимо он его достал до такой степени, и город выплатил по-моему 15 миллионов долларов, если я не ошибаюсь, семье этих Флойдов, там они теперь миллионеры, они такие счастливые, что этого дурака задушили, просто счастливы. Ну все, там уже этот его брат двоюродный на Ламборгини ездит по Америке, все, жизнь удалась, и это заплатили, заплатил сам город Миняполис, это не государство, заплатил, они взяли бюджет города, то есть где-то не выделили деньги на ремонт школы, где-то там что-то не подвезли теплую одежду в дом для малоимущих, они дали вот этой семейке 15 миллионов долларов, да, вот, и все этого теперь боятся. Естественно, сотрудники там полетели голову не только этого, там и начальника сняли, и замначальника, всех уволили с полиции, все, что вы, не доглядели, скандал такой пошел. Естественно, вся эта ситуация была раздута, чтобы накалить ситуацию в Америке, чтобы Трампа свергнуть, все это подогревалось деньгами так же, как и Майдан на Украине в 2014 году, то же самое, один в один, ну, откуда все идет? США, вся эта отработанная система, да не то, что там народ прямо вот так вот просто вот им было его жалко, да всем на него плевать, каждый день какого-нибудь черного там арестовывают или, допустим, что-то с ним делают, то есть, это нормальное явление, потому что афроамериканцы, они где-то 80% занимаются криминальной деятельностью, то есть, там, ну вот, да, даже когда показывают различные беспорядки, ведь в большинстве мародеров, ну, по крайней мере, по кадрам, подчеркиваю, друзья, не из новостей, а вот русскоговорящие блогеры снимают, что именно темнокожие там налетают на магазины, грабят, лазают, как на стол, на колбах сидят, там прикольные кадры бывали, на работу это население не загонишь, они не пойдут работать, они очень ленивые по природе своей, ну, на Африку возьмем, не особо они там напрягаются, лежит под пальмой, ждет, когда ему упадет банан на голову, тогда он его съест, вот, то же самое и там, ну, когда их завозили туда, они с под палки работали, когда они им дали права, они вообще ничего не хотят делать, то есть, эти люди, они все сидят на шее государства, государство им отваливает очень хорошую пайку, белым столько не дают, там целые города, особенно вот это вот, Южная Каролина, и пошло туда, в Алабаму, целые города безработные, почему говорят в Америке сильная безработица, они не хотят работать, не получают деньги, а чтобы у них были деньги на Sony Playstation, последние модели, они занимаются, опять же, незаконной деятельностью, наркотики, да, самое их любимое дело, смотреть американский футбол, потом играть в баскетбол, бухать, и еще они любят дорогие крутые тачки, золотые цепочки, вот эти вот, в 90-е, кстати, вот я посмотрел, вот эти вот цепи, вот эти все вот понты, это все оттуда пошло. Слушай, а вот в этих так называемых гетто, вот в этих районах, ну неужели там вот прям действительно такая опасность для белого человека? Районы не контролируются, полиция вообще, вот эти вот все гетто, она туда не ездит, соответственно, там анархия, мать порядка, то есть там закон джунглей, хочешь, иди туда, если там кто-то приезжает, никто даже тебе и не подымет, там будешь валяться, мухи будут по тебе вот так вот летать, и все, то есть, это надо быть идиотом, чтобы туда идти, а районов таких довольно-таки много, и по незнанию можно туда забрести. И сотрудники, это сотрудники, люди там живут на пособию. Все поколениями, из поколения в поколение они живут, у них уже устой жизни отточен до совершенства. Вот вопросик у меня для тебя есть, вот удобство города, я понимаю, что в Москве два месяца, но тем не менее, это не два дня, но все равно, когда я посмотрю ролики про США, вот казалось бы, да, айфон, Apple Pay, подошел, оплатил, здесь это на каждом углу, уже и по деревням, на поездку приходишь, тебе без проблем, никого ты этим не удивишь. Метро в Москве, это действительно достопримечательность, это все чисто, аккуратно, кто бы что ни говорил, оно действительно на высшем уровне. Много вещей сделано действительно культурно, красиво, аккуратно, те же самые мобильные приложения для банков, ты можешь, никакие чеки надо отправлять, ты зашел, оплатил квартиру, пошлины различные, штрафы, ну все что угодно. Посматривая Америку, складывается впечатление, что они там многие вот эти технологии придумали, но до них как будто бы они не дошли. В метро люди спускаются, до сих пор какие-то карточки покупают, оплачивают, то есть нельзя предложить телефон, пойти дальше. Вот с точки зрения удобства города, покатавшись тебе по Америке и побывав в Москве, так даже вот к нам сюда приезжая, в разные города, что ты можешь сказать в сравнении? Для меня загадка, это то, что в Америке придумывают, но почему-то они не внедряют это в жизнь. Я назову вот эти высокотехнологичные все дела в Америке каменным веком. Это я на прямом смысле слова говорю. Значит, Apple Pay придумали в Америке, бесконтактная оплата, даже просто карточкой прислонить, это из области фантастики. Обязательно. Даже под этим вот чипом не везде принимает вот эта машинка. Надо вот так вот ее проводить. Это самая первая технология была карточка. Вот так вот проводишь, а там уже этот контакт не срабатывает. И ты еще раз, еще раз, еще раз, потом вот этот продавщица берет кулечек какой-то, одевает целлофановый, и вот так вот, вот сейчас, сейчас, все набирай пин-код. И ты набрал пин-код и оплатил. Я один раз забыл кошелек, и захотел купить себе бутылку текилы. Пошел куда-то на заправку, прихожу, зима, холод, я в гостиницу снял там себе. Ну, захотелось там провести время, посмотреть кино, чуть выпить текилки. Я забыл кошелек. Ну, думаю, у меня же карточка там, я в кредитную вбил, Apple Pay, все дела, прихожу. А возвращаться было по морозу неохота за кошельком. Я говорю, можно я говорю, это Apple Pay заплачу. Она такая, чего? Ни, такая, говорит. I can't have Apple Pay, говорю. Она такая, I don't understand you. Я думаю, может, у меня английский плохой. Я показываю ей фон, вот она такая, смотрит на него, такая, это что такое? Я говорю, ну, там, вот это вот, давай там, что-то набери. Я не могу ей объяснить по-русски, что ты дура, говорю, это бесконтактная оплата, в терминале. Ну, в общем, я не купил бутылку, потому что, она говорит, мне нужна кредитная карточка, либо дебетовая карточка. В общем, короче, технологии, да не, технологии, это работа, ты знаешь, где только, Макдональдс, Старбакс, вот такие копеечные оплаты, там они гордятся. Мы принимаем Google и Apple Pay, у них реклама. Придешь в любой супермаркет, этого ничего нету. Я думаю, что это связано, может, с массовым таким, каким-то мошенничеством, или просто эти аппараты, не хотят, извиня, корпорации, не хотят заменить эти вот терминалы на более современный, как капиталист. Вот, допустим, стоит у него колонка заправочная, с этими еще цифрами такими старыми, бегающими, там, 80-го года. Работает, и пусть работает. Зачем мне ее переводить на жидкокристаллический дисплей, за который должен платить деньги? Ну, у меня сломается. А вот эти цифры крутятся, они проработали 30 лет, и хорошо. То есть, там абсолютно интернет в отстойном состоянии. Я в Москве хожу, я забыл, что такое. У меня не работает в телефоне, интернет не ловит. Ты приедешь в Лос-Анджелес, будешь платить 100 долларов за свой телефон, у тебя нигде не будет ловить интернет. Мобильный. Написано 5G. 5G, думаешь, ух, космос. А там даже ты email не откроешь. Просто, трафика этого не хватает. Вот, то, что там сидят на этих коммутаторах, я не знаю, почему здесь хватает 20 миллионов населения, а там не хватает. Вот, вот для меня это вопрос. В гостинице скорость 2 Мбит в секунду. Вот, самая такая, вот допустим, дома 100, примеру, да, средняя скорость, 80-100, а там 2. Я стрим нигде не мог провести. Вообще, мне говорят, почему ты стрим не проводишь? А где я возьму интернет? 7 Мбит в секунду, это для меня просто была фантастическая скорость, что в мобильном телефоне. Были, конечно, места где-то в поле, да, там, телефон работал хорошо, да. Но я, если останавливался на ночлежку, это был город. Я заходил, сразу, спид делал, там интернета нет. То есть, отсталось полнейшее везде. Приложение банковское, американское, канадское. Даже на Украине этот приватбанк, я просто зашел в приложение, это фантастика, это просто какая-то, это гений. Я могу со своего счета, с мобильного телефона, с ВИФ-перевод сделать любую точку земного шара. У меня сейчас находятся деньги, допустим, в американском банке, да, я не могу их сюда перегнать, чтобы я ими пользовался. Я должен купить билет на самолет, туда прилететь, прийти к Тейлеру, показать ему свои права, там явки, пароли, и он будет минут 45 там нажимать на клавиатуру, чтобы мне сделать свиф-перевод моих денег сюда, в Россию. А за жилье тоже надо куда-то идти платить? То есть, нельзя там с какого-то приложения зайти, ну, квартиру оплатить, дом, налоги, коммуналку? Там до сих пор дают зарплату в конверте. Ну, не наличными, дают такую бумажечку, чек называемый. Ты идешь с этим чеком в банк, берешь его, ложишь, кладешь в конвертик, и засовываешь в банкомат. И, чтобы у тебя деньги появились на том счету, который тебе уже, в общем-то, работодатель дал в конце месяца, должен ждать 5 рабочих дней. А если какие-то праздники и выходные, не дай бог, ты там в пятницу был праздник, ты положил его в четверг, то будешь ждать больше. Чуть ли не 10-12 дней, пока там это все пройдет. А так как у людей никаких нет запасов, они идут в эти всякие киоски, забегаловки, где написано «Мы окешиваем чеки». Вот человек думает, зачем его окешивать, то есть получить наличные, которые ты можешь тут же потратить. Потому что они берут за это процент своей зарплаты, ты еще за это платишь деньги. Или жди неделю. Вот такой вот отстой. Есть компании, которые перечисляют тебе прямо на счет, но это большая редкость. Это большая редкость. Они дают вот эти вот чеки. Иногда вот на этом чеке не будет денег. Ты положишь его в банк, прождешь 10 дней, приходишь, а с тебя еще 40 долларов штраф в банк взял. Говорит, ты на СФ чек там нет денег, и ты еще виноват будешь. Ты приходишь к работодателю, что за фигня, начинаешь там кричать, где мои деньги. А он говорит, ну, на тебе еще один, типа, все, заткнись, иначе я тебя уволю. Все, ты еще заплатил 40 долларов банку. И он говорит, а теперь я буду 10 дней проверять твой следующий чек, а вдруг там тоже денег не будет. И полгода ты должен вот так вот носить, чтобы вот это вот у тебя было. Куда ни плюнь, везде сплошной обман. Слушай, Алекс, на самом деле очень часто про тебя писали так, что ты там чуть ли не засланный казачок, что ты спецагент русской разведки, что там кремлевский ты сотрудник, потому что ты делаешь как бы настрой для людей о том, что США это все плохо, не верьте, ну короче, ведешь некую пропаганду. И в большинстве своем можно сказать, что больше твой контент это такой вот негативный про Америку. Тем не менее, за 20 лет вот выведи хоть какие-то прям явные плюсы, которые ты вот можешь отметить в этой стране. Вот что там хорошо, вот прям вот то, что тебе прям больше всего понравилось, запомнилось, возможно, о чем-то из этого ты немножко там скучаешь, чего тебе здесь не хватает. Может законы какие-то там, правосудие правильно работает. Вот честно скажу, я все время об этом думаю. Зачем я могу там вот скучать, да? И я не нашел ни одного плюса, за который я могу скучать абсолютно. То есть правосудия там нету. Если у тебя нету дорогого адвоката и больших денег, то ты никогда не выиграешь никакой суд абсолютно. то есть закон делают адвокаты дорогие в Америке. Это всегда так. Богатый человек, миллионер, он везде всегда выкрутится, чтобы он не совершил. Это всегда так было испокон веков. Бедному человеку там ни один суд не выиграть. Вот ему скажут, ты должен нанять адвоката, тогда ты выиграешь суд. То есть фактически я вспоминаю эту страну как страшный сон. Единственный плюс, который я из себя извлек, основываясь на своем многолетнем опыте, я туда какое-то время ездил зарабатывать деньги, так как я научился экономить на всем, на чем только можно, то есть какие-то я средства все-таки откладывал. Поэтому единственный плюс я из себя извлек, то что я допустим там промучился столько времени, и то сейчас это все становится делать тяжелее и тяжелее, потому что опять же придумали всякие там карантины, шмамантины, каждый день там изменяется. Допустим в прошлом году в ту же самую Канаду, чтобы попасть допустим поработать какое-то время, я должен был купить авиабилет, я должен был заплатить 3000, 2-3 тысячи долларов за гостиницу и жить там три дня, пока они проверят мой ПЦРТС, который я должен там повторно сдать. То есть я не мог никуда выйти и платил 2-3 тысячи долларов за эту гостиницу за три дня, за то, что меня там охраняли. Это бизнес, правильно? Гостиничный бизнес при ковиде он стал терпеть убытки, там вот это правительственная вся мафия, и они придумали вот такую вот поддержку бизнеса гостиничного. Туристы какие дураки туда поедут, чтобы столько платить. Потом опять же ты должен две недели жить на карантине, изолированный. То есть должен снять отдельную квартиру или дом и две недели там жить. Заказывать еду онлайн, что дорого, три раза в день, и никуда не выходи две недели. То есть ты можешь с ума сойти. То есть получается ты за эту квартиру отдашь около за две недели около двух-трех тысяч долларов, плюс две тысячи долларов ты отдашь за эту гостиницу, то билет на самолет, то есть тебе надо работать и работать и работать, опять же, ты когда ездил работать, ты действительно вот как на вахту, ты ездил вкалывать, потому что важно, ты один, без семьи, без жены, без детей, ты туда приезжаешь, живешь исключительно в этом траке, таким образом тебе удалось что-то скопить. Снимай ты квартиру, помогай, я не знаю, жене, отправляй частично деньги, брату, сестре, вот эта вся история жизненная, когда начинаешь, и тогда ты сидел бы там лапу скопил. Скопил я деньги давно, уже сейчас скопить практически невозможно, скопил я деньги давно, когда не было еще такой жесткой регуляции, не было вот это электронные слежки за водителями, там вот, ну я понял, три-четыре года назад поставили регистраторы, которые фиксируют сколько ты едешь, где ты спишь, то есть там куча законов, которые ты не можешь нарушать, это все фиксируется и выносится тебе сумасшедшими штрафами, то есть ты как на поводке биоробот, то есть, как уголовник, за которыми везде следят камеры, и ты вот такой вот ездишь, вот такой вот, а ты приехал, парковки нету, нет парковки, там парковок не хватает 40% для грузовиков, но мне говорят, ложись раньше спать, хорошо, я в 10 остановился, парковки нет, в 9, в 8, в 7, и люди тоже же, тоже начинают раньше останавливаться, начиная в 2 утра, в час ночи, у них час ночи называется час утра, это какой же час ночи, какое же это утро, у них ванна М называется, это уже утро, должен идти работать, вот тогда у тебя будет парковка, я не собираюсь в ночь ехать в темноте, это самое, то есть, тебе приходят вот эти вот штрафы за нарушение этого электронного локбука, который ты не можешь, а раньше был бумажный, ты там писал Филькину грамоту, и если у тебя было какое-то образование худо-бедное здесь, средне-техническое хотя бы, ты уже мог это все дело лавировать и, так называть, накалывать этих самых копов, которые, в общем-то, рассчитывали, что дальнобойщик это дебил полный, да, а тут у тебя все как бы расписано хорошо, и наши водители очень этим активно пользовались, зарабатывали, как говорят в Америке, экстрамани, их экстраденье за счет вот этого, немножко они могли что-то себе позволить больше. Я работал без выходных, около пяти лет у индусов я работал без выходных, фактически, вот какие-то деньги и отложил. Допустим, когда я приезжал, не было груза, мне куда-то ехать, какой-то, знаешь, день был, что я приеду в пятницу, и буду там суббота, воскресенье, стоять до понедельника, то есть, я вот эти пару дней, чтобы там не стоять, я у них работал на подхвате, либо я ехал на какой-то каратыш, там в Нью-Йорке обратно, день туда, день обратно, а если один день, я работал по городу, и потом уезжал на дальний рейс. Вот так вот я работал пять лет без выходных. Я думаю, что ни один человек так не выдержит работать. У меня такая была злоба вырваться оттуда, меня индусы носили эти на руках, и они говорили, если кто-то не может что-то сделать в этом бизнесе, Алекс всегда сделает. Вот я один раз ехал двое суток, и три раза или четыре одевал цепи. Я с Ванкувера, где там вот такая дорога ада страшная, я довез груз до Лос-Анджелеса, потому что там надо было быть четыре утра, потому что я привез оборудование на этот торговый центр, который строился, и там пришли мексиканские гастарбайтеры, которым уже начали платить. То есть заказчик хотел, чтобы груз был в четыре утра, иначе он должен был платить этой толпе, которая разрушает деньги. Я говорю, я смогу это сделать, я приеду в пятницу, потому что я очень хотел загрузиться в пятницу, ехал назад, чтобы не стоять в субботу и воскресенье. И вот этот подвиг, наверное, в моей жизни самый сильный. Закрывали дорогу на 3-4 часа, пока там снег расчистят. Я одевал 3-4 раза цепи, потому что там вот такие перевалы страшные, где, допустим, штат Орегон и Калифорния. Одевал я в Британской Колумбии цепи, одевал я под Светлом. Это было вообще, это был такой трэш. И я приезжаю без 15,4, падаю замертво. Это точно двое суток вообще не спал? Я не спал бы ехать. Слушай, ну а с точки зрения безопасности, ведь все вот эти вот лэптопы, это же тоже, но не просто так придумали. Это как раз, чтобы ты не заснул там. Если бы я заснул и кого-то бы задавил, мне дали бы 100 лет тюрьмы в Америке, по их законам. Именно он следующий мой ролик будет на канале, как такой вот был дальнобойщик, 25 лет парень из Турции, ему дали 110 лет тюрьмы. Заснул? Ну, не заснул, он там, мне отказали якобы тормоза, но на самом деле спалил, не умел ездить, и 4 человека погибло. 110 лет тюрьмы, там вышел весь штат протестов, что-то такое. Ну, 10 лет скосили, 100 дали ему. 100 лет. В общем, 125 лет. Я рисковал 100 лет тюрьмы, или я заработаю какие-то экстра деньги, потому что я настолько хотел купить свое жилье, хоть в жопе мира, только чтобы вот, я понимаю, что такое свое жилье, в Америке его никогда у тебя не будет. Поэтому вот я не видел смысла там жить, у тебя никогда не будет своего жилья. Может быть, перед смертью ты его и выплатишь, если тебя повезет. Вот поэтому я хотел иметь свое жилье. У нас даже были водители, которые завидовали тем, кто даже в Белоруссии не продал свою хрущевку. У него есть там квартира, они говорили. Он может вернуться. Это дальнобойщики, которые вроде как считают себя миллионерами там. Чтобы понимали, Алекс в молодости своей совершил просто такой необдуманный поступок. У тебя было свое жилье, которое ты продал, правильно ли я не ошибаюсь? Как раз таки ради вот этой миграции. Но не то, чтобы ради миграции. Вы можете на его канале опять же посмотреть. Он рассказывал, был бандитизм, и соответственно, тебя, скажем так, принудили уехать из страны, покинуть ее. И ты под страхом продал и уехал. А потом, когда денежки все ушли, соответственно, ты понял, что вернуться уже не получится. Ты продал квартиру за 8 тысяч долларов. Через два месяца скаканули цены, она уже стоила... Вот, кстати, здесь отличный вопрос. Смотри, то ты постоянно работал, а сейчас ты находишься в Москве, у тебя сейчас постоянной работы нет. Понятно, все мы прекрасно понимаем, что YouTube какую-то копейку приносит, какая-то копеечка от рекламы, но все равно денежка-то быстро уходит. Твои планы, как ты будешь дальше жить, крутиться, вертеться? Я вот пока находился там, 10 лет вот я в грузовике жил, понятно, что, допустим, на одну только квартиру я не заработал. Я, то есть, решил работать, пока у меня здоровье позволит. Как говорится, соломку решил подстелить, правильно? Заранее. Да. И моя была, в общем-то, цель купить какое-то количество квартир, чтобы их сдавать и не умереть с голоду. Мне не надо там какие-то Mercedes, Bentley было. Мне задача была такая, купить какую-нибудь, какую-нибудь кофту маломальскую, чтобы у меня была там божественная ишенка с бекончиком, какие-то макароны, курочка, вот, пиво я могу пить, допустим, бюджетно, мне надо там какие-то сорта по 250 долларов. То есть, я человек довольно-таки рад и всему, и малому, да? Но минимальный, как говорится, должен быть какой-то достаток. Поэтому я кое-какие деньги отложил и вложил их в недвижимость, да? Это в Одессе? Я в Одессе вложил, да. Вот. И эту недвижимость можно продать. Но она сейчас сдается. Она сдается, да, можно ее продать, можно здесь что-то купить. Конечно, здесь дороже, но, естественно, и сдается оно дороже. То есть, ты себя сегодня финансово чувствуешь комфортно, защищенно, то есть, ты не переживаешь. Да, минимальный достаток у меня есть. Плюс, как бы, у моей жены тоже есть достаток. Мне там все писали, о, наверное, он женился опять на какой-то там нищебродке, сейчас она его опять оберет, и вот, все вот это вот потирали руки, что вот этого сейчас лоха разведут. Шишки я уже понабивал, как бы, и вот как-то вот решил послушать родителей, вот родители мне посоветовали, дали благословение, да, вот говорит, эта женщина тебе очень подходит. А вот такой интересный момент. У тебя сегодня сколько вообще гражданств? Я знаю, что ты гражданин Канады? Да. Ты гражданин Украины? Да. Паспорт российский есть? Нету. Ну, соответственно, в любом случае будешь заниматься, ты женился, поэтому имеешь право получить, правильно? Да. Вот гражданство канадское, для многих ведь это вау, круто, у тебя паспорт есть, ты спокойно можешь сесть на самолет и улететь в Америку, правильно? Да, могу. В любой момент? В любой момент. При этом ты как гражданин можешь и супругу свою сейчас сделать тоже гражданка, правильно? Не могу, не могу. Не можешь? Нет. Но при этом вот тебе гражданство твое канадское что-то вообще хоть дает, вот ты на пенсию выйдешь, тебе будут какие-то там пенсионные платить, не знаю, там пособие по безработице, хоть что-то так сказать из них выжить, из серии приехать, сказать, ребята, все, денег нету, дайте мне пособие. Какая-то пенсия мне, конечно же, положена, все-таки я там 20 лет отработал, вот, пенсия небольшая будет. Ну, небольшая-то сколько? Ну, по местным меркам она небольшая, то есть, там пенсия очень рассчитывается хитро. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь отчисления в пенсионный фонд, правильно? Ты там получаешь 300 тысяч долларов в год, у тебя будет пенсия хорошая относительно. Если ты получаешь как все, то она будет вот такая в год. То есть, на сегодняшний день у меня пенсия будет примерно 200-250 долларов США в месяц, если я не буду проживать в той же самой Канаде. А как же, а как это так рассказывают, полторы-две тысячи долларов? Ну, не полторы тысячи, а тысяча триста. Это если ты будешь там жить? Они считают так, что ты, понятно, что то, что ты отчислялся своей зарплатой маленькой, то тебе этих денег будет недостаточно. Будешь по мусоркам ходить. Это нехорошо. Ну, как так? Страна все-таки вроде как богатая. И государство, и провинция, они начинают тебе делать надбавки за бедность. то есть, тебе же надо где-то жить. Тебе чуть-чуть накинуть на жилье, чуть-чуть на еду, чуть-чуть туда-сюда, туда-сюда, и у тебя будет тысяча триста долларов. В общем, к твоей пенсии итог будет тысяча триста, больше не дадут. Тысяча сто, тысяча триста. Даже если ты не работал ни одного дня, будет тысяча сто долларов пенсия тебе. Но, эти деньги сейчас где-то можно снять, ну, какую-то маленькую, метров 20-25 холупку в ренте можно на эти деньги жить, Вроде как бы не шоколад, правильно? Вот я одного пенсионера знал, я, допустим, снимал подвал, а он проработал там 30 лет смотрящим дома, управляющим, в общем. В общем, у него такая пенсия была, что он платил 500 долларов за эту комнату в подвале сыром, и кушал, и курил. Вот эта вся пенсия у него ходила на сигареты и на еду, вот одна радость была пойти каждый час сигаретку покурить, вот вся радость пенсионера. Он никуда не ходил, остался, и биологи смотрел этот YouTube и выходил каждый час курить. Я по нему часы сверял, вот он засекал, видимо, время, тоже не мог курить, когда ему хочется. Он и достал себе планку, каждый будильник зазвенел, о, наконец-то, как перемена в школе, он шел курить. Вот его пенсии едва-едва хватало на эти деньги. Такая мне жизнь абсолютно не нравится, как у него. Поэтому я предпочту пенсию, к примеру, чтобы мне дали те же самые, дайте мне 250 долларов, я там ни одного дня жить не буду. А они как-то следят за этим? Если ты там отсутствуешь в Канаде больше чем полгода, тебя могут и медицины лишить бесплатные, которые они гордятся. А ты налоги не платишь, еще и бабосы у нас не тратишь, мы тебе лишаем медицины. Очень за этим следят. Хотя эта медицина ни разу бесплатно не воспользовался. Я хожу здесь по врачам, плачу им деньги и делаю всякие анализы. Это мне гораздо удобнее, чем, допустим, там пользоваться этой вот бесплатной медициной, где я буду стоять в очереди 12 часов, чтобы сдать этот анализ. Мне оно не надо. Я когда буду за все платить, что пока я там буду в очереди стоять? Алекс, мы с тобой плавненько подходим к логическому, как говорится, завершению. Но в любом случае хочется у тебя спросить, вот на сегодняшний день кому все-таки на Западе может быть хорошо? Вот есть тот класс людей, вот если бы тебе сказали дядь Саш, ну посоветуй мне, стоит мне ехать или нет, ты бы сказал, слушай, вот тебе точно надо. Я немножко сделаю отступление. Есть люди, которые там живут, занимаются активно YouTube каналами и говорят, что они живут как в раю. Но они не говорят, с какими деньгами они туда приехали, да, а есть, приезжают туда далеко не бедные люди. У меня, допустим, один знакомый есть, у него 4 квартиры сдается в Москве, 2 его, две жены. И они работают. Он дальнобойщиком работает, правда, у него уже был инфаркт, или инсульт, но как-то его подлечили, он умудрился все-таки эту медкомиссию сдать, каким-то чудом и продолжает работать. А жена там, что-то его, недвижимость продает, бегает, прыгает, но на недвижимости опять же не все миллионеры, а миллионеры только кто, топовые эти продажи, продажи недвижимости, топовые менеджеры, а остальные они их там миллион, все хотят недвижимость продавать. Вот, и они там купили дом большой в кредит, опять же, да, он ей купил BMW, вот эту вот с открытым верхом маленькую, такую двухмерзную, себе купил такой огромный американский внедорожник, они купили себе дом во Флориде, когда цены упали в 2008 году, можно было за 60 тысяч там купить дом во Флориде, почему там такие дешевые дома, потому что там нет работы, там пенсионеры живут, там нет работы, кайфуют, да, там кайфуют, вот, и мы все такие думали, блин, как люди живут, почему мы такие вот нищие, да, вот люди, у которых так же само тоже работаем дальнобойщиком, они молчат, что у них 4 квартиры в центре Москвы сдаются, понимаешь, идет подпитка из России, так же самое, как многие эммигранты из России, тот же самый Серебряков, живя в том же самом Торонто, ездит почему-то сниматься в кино в Москву, неделю тут снимается, на выходные летит домой, побывает там сюда, много звезд наших, да, Малышева имеет особняк там в Нью-Джерси за 5-6 миллионов долларов, да, вот, почему-то вот так вот получается, и все думают, что они там эти деньги заработали, им дало государство, вот так вот принесло, и дало за то, что они получили, на самом деле, если ты бедный человек, то тебе будет везде тяжело, но по крайней дома ты разговариваешь на своем языке, что я считаю, когда ты поживешь за рубежом, и будешь чувствовать себя идиотом какое-то количество лет, а ты будешь обязательно им чувствовать, как ко мне в Москве подходят китайцы, или там кубинцы, которых здесь очень много, он мне ничего не может сказать, и я такой вот так вот руки делаю, говорю, чувак, учи русский язык, тебе туда идти, дурачок ты, куда ты приехал, что у тебя на кубине сиделось, да, вот подведенный итог, и этим все сказано, просто-напросто, вот и все. Вот вам, пожалуйста, друзья, общая такая картина, от человека, кто 20 лет прожил, тебе, как бы, нет смысла что-либо рекламировать, подчеркиваю, у нас есть отдельный спонсор этого видеоролика, Алексу, я сам написал, я дико рад, что он согласился, приехал пообщаться, и за все те годы, что он прожил в Америке, и что он снимал, очень много полезных сюжетов, просто так, там, более 500 тысяч человек на один канал не подпишется, вы сами понимаете, многие поддерживают Алекса, многим это дело нравится, и оно интересно, в любом случае, тебе огромное спасибо за то, что ты приехал, мне действительно было дико приятно с тобой пообщаться, выпить по кружечке пива, погрызть орешков, послушать твои истории, делайте выводы, подчеркиваю, основная задача этого видеоролика пообщаться, послушать, все-таки интересно, послушать жизнь другого человека, никто вас не призывает к миграции, никто вас не пугает, что ой, не летите, здесь вы все люди взрослые, делайте выводы сами, мне сказать больше нечего, тебе еще раз огромное спасибо, подписывайтесь на канал Алекса, подписывайтесь на наш канал, пишите ваше мнение в комментарии, подписывайтесь на инстаграм, потому что там всегда выходит свежая новость, вот мы сейчас сидим, а анонсик уже там, ставьте лайки, до новых встреч, всем пока-пока, всем пока.